Наконец-то запущу запись. Сразу для вас, чтобы вы понимали, запись вебинара ведется. Это означает, что вы сможете, если вдруг не смогли сегодня досмотреть целиком в прямом эфире, вы сможете вернуться на наш канал YouTube через какое-то время и посмотреть с того места, где остановились, или вообще весь вебинар заново. Что хотелось бы прежде всего, некий организационный момент. Ой, куда-то у меня слайд убежал. Вот он. Надо же, попал не в то место. Итак, организационный момент. Если вдруг нет звука, хотя говорить это бесполезно, потому что если звука нет, то наши слушатели ничего не услышите, но здесь написано, что с этим сделать. Для тех, кто меня слышит, если вдруг звук пропадет, а такое бывает, то один из самых действенных способов просто отключиться от вебинара и подключиться к нему заново. Вообще, если постоянно возникают какие-то искажения у звука, то вы можете сообщить мне об этом в закладочку questions. Возможно, что-то происходит у меня с интернет-подключением. Я на всякий случай этот момент проверю. Однако система мне показывает, все ли в порядке и как доходит до вас мой сигнал. Ну и касательно вопросов, вот здесь на экранчике видно, как выглядит закладочка questions, если вдруг кто не знаком с английским языком. Здесь можно задавать ваши вопросы, и эти вопросы я получу, и по формату вебинара я буду отвечать на них в некоторых перерывах. То есть мой рассказ будет поделен на несколько блоков, и между этими блоками я буду возвращаться к вопросам и, собственно говоря, на них отвечать. Ну что же, насколько я вижу, вы мне пишите, что добрый день, добрый день. Да, добрый день. И у меня к вам последняя просьба касательно организационного момента. Это я очень хотел бы убедиться, что у вас все в порядке со звуком и с картинкой. Сейчас вы должны видеть экран со слайдом, нет звука, и слышать мой голос. Если все хорошо, закладочку questions, заодно это будет небольшая тренировка. Поставьте плюсик или напишите окей, любое другое слово, которое вам кажется уместным. Отлично. Да, я вижу. Спасибо большое. У нас все в порядке. Судя по количеству слушателей, все смогли подключиться. Ну что ж, поехали тогда. У меня есть небольшой... Ой, вот видите, тут немножко перепутались слайды. Сейчас я попробую этот нюанс устранить. У меня есть небольшая аналитика вообще в целом по рынку интернет-торговли, которую я вытащил из исследования Data Insight. Она связана вообще в целом с рынком интернет-торговли. В 2014 году за 2015 год данные пока обрывочные, и по ним, наверное, еще рано судить и глобально какие-то выводы делать. Хотя, в общем, там тоже есть интересные моменты, но, к сожалению, агентств, которые анализируют на лету, немного. Да, поэтому, в общем, я стараюсь всегда говорить о каких-то завершенных исследованиях. И в данном случае вот по 2014 году мы видим очень неплохие цифры. Это общий рынок составил у нас 560 миллиардов рублей. Вырос он на 35%. И тут интересные вещи связаны с тем, что какое количество покупок приходится на одного покупателя в год. Да, 7 и почти 8 покупок в год делает один покупатель в среднем. Конечно, такая очень средняя цифра, но все-таки это говорит о том, что есть покупатели очень активные, которые совершают 30-50 и более покупок. Есть те, кто там менее активные, но в целом активность очень неплохая. Так, это мы уже прошли, пропустим. Аудитория интернета тоже растет. И вообще аудитория покупателей интернет-магазинов, она выросла до 25,5 миллионов человек. Это возраст 18-64, то есть как раз та самая аудитория, с которой, в общем-то, большинство магазинов и работают. И она выросла тоже на 37%. Ну и, наверное, такая из глобальных цифр последняя. 3-300 средний чек. Это, включая стоимость доставки, средний чек интернет-магазинов вообще по нашему рынку. Ну вот, например, доля предоплат, что важно, да, составляющая сейчас 26%. Буквально пару лет назад она составляла там около 10. Она хорошо растет, то есть это говорит о том, что люди, на самом деле, очень легко предоплачивают. Ну, пока только четверть, но эта цифра постоянно увеличивается. Вот, например, среди всех заказов 37% были оплачены картами. Ну, для этого тоже есть разные драйверы, выплата зарплат на карты и так далее. Ну, то есть нормальная история. Люди потихоньку привыкают использовать свои карты. Так, ну вот эту статистику, я надеюсь, что покажет Михаил более детально. Тут как раз связано с тем, что вообще продается и какие доли существуют у тех или иных сфер бизнеса, сфер торговли. И хочу сейчас вот так буквально бегло отметить, что бытовая техника, вообще все, что для дома продается, это, в общем, это топ продаж вообще в интернете. Вот, в частности, там где покупают, вот если мы обратим внимание на, вот она сейчас мышкой покажу, техника для дома. Ее 24% покупают только онлайн. Еще 14% покупают и там, и там, но остальные 62% покупают только в офлайне. И здесь как бы, ну, показатель неплохой. То есть как минимум 40% готовы к тому, чтобы приобретать все онлайн в этой сфере. Еще про рынок, немножко про тренды. Мобильные устройства используются очень активно. То есть мы видим, что 30% вообще покупателей используют мобильные устройства для выбора товаров. Причем это только за 2014 год. В 2015 году, я слышал, эта цифра приближается уже там к 45%. Это как бы очень такая известный, очень хороший тренд, который нельзя ни в коем случае забывать. Вот видите, в 2014 году 17% пользователей покупали мобильные устройства, через мобильные устройства, а 9% вообще использовали только мобильные устройства для вообще совершения всей покупки. Только 5% заказов было сделано по телефону. Люди наконец-то перестают находить интернет-магазин для того, чтобы найти на нем телефон и позвонить. Да, используют все-таки это достижение техники. И это не может не радовать, это сокращает безусловные издержки у владельцев интернет-магазинов. Но, как видите, мобильные приложения у нас пока не очень популярны. В 2014 году только 1% был сделан через мобильные приложения. Но это говорит, наверное, прежде всего о том, что магазины не очень активно выпускают мобильные приложения. Вообще, тренд, связанный с мобильностью, он такой всеобъемлющий. Вы, наверное, слышали историю, связанную с Google, когда поисковая выдача для смартфонов и для телефонов, для небольших экранов изменилась. И Google просто решил, что те сайты, которые не оптимизированы для мобильных устройств, в поиске находиться не должны. Ну или, по крайней мере, не должны находиться там высоко в рейтинге. То есть, по сути, Google стал пессимизировать в выдаче те сайты, которые не готовы к отображению на мобильном устройстве. Ну, на самом деле, вот мы показывали это на большой презентации продукта. Вот история одного сайта, который, собственно говоря, в том числе имел хороший трафик с поисковой системы Google. Вот в момент включения нового алгоритма мы видим, что трафик с Google практически прекратился. Ну, Яндекс пока изменений глобальных не произошло. Однако, вот, как вы видите, ситуация такая. В общем, этого, конечно, хочется избежать. Это основные тренды. На самом деле, соответствовать там мобильному требованиям Google там несложные. Уверен, что вы там сможете их даже в своем текущем сайте быстренько преобразовать. Для этого не нужно там каких-то серьезных изменений. Нужно поработать, постараться, конечно, но в целом можно довольно быстро привести сайт к требованию. Заканчивая некоторое вступление, хочу сказать, что вообще большая часть населения нашей страны уже в интернете. Так или иначе, кто-то и большая, большая часть сейчас новичков, которые только попадают в интернет, попадают со смартфона или планшета. Кто попал там за последние пару лет, тоже попали туда не с компьютера, как мы с вами там, или как многие люди до этого попадали в интернет, а именно попали со смартфона или с планшета. Это несколько по-другому вообще выстраивает их понятие интернета и то, как там все выглядит и как там работает. Аудитория вообще интернета растет сейчас активно только в негустонаселенных местах. То есть Москва, Петербург и другие миллионники уже, в общем-то, насыщены очень хорошо, и доступ к интернету там есть, и мобильная связь там хорошая, мобильный интернет тоже хороший, поэтому рост аудитории возможен только как раз там, где... Ну, то есть активный рост увеличения аудитории интернета возможен только в региональных центрах. Про мобильные устройства понятно, про поисковые системы тоже, в общем-то, понятно. Это вот такие основные моменты, которые хотелось бы вам обозначить. И сделать из этого некоторые выводы. Вывод номер один. В связи с тем, что аудитория стала расти не так сильно, и интернет-магазин не может больше расти на росте аудитории, ну, получается, что нужно либо больше денег вкладывать в рекламу, чтобы отъедать кусочек этой аудитории, да, либо сделать так, чтобы на той же аудитории, которая у вас есть, зарабатывать больше. Кажется, что зарабатывать больше на той аудитории, которая есть, чуточку проще. Ну, по крайней мере, дешевле просто финансово. И это как раз вопрос конверсии интернет-магазина. Как эффективно он может конвертировать пришедший трафик, пришедших посетителей в реальных покупателей. Это один из моментов, который мы будем в рамках, вообще, конверсии, это один из моментов в рамках серии вебинаров. Мы обязательно будем его рассматривать довольно детально. Это относится, угадывание желаний относится также к вопросу конвертации, да, то есть чем быстрее сайт покажет покупателю тот товар, за которым он пришел, тем больше лояльности будет у покупателя к этому магазину, тем быстрее он может принять решение о покупке. И поэтому, в общем, кажется, что сайт должен для лучшей конверсии угадывать желания и потребности своих посетителей. При этом, опять же, мы говорим о том, что интернет-магазин должен быть эффективным инструментом. Это значит, что угадывание не должно там тратить ресурсы самого магазина. Ну и, конечно, адаптация к мобильному рынку. Сайты должны работать быстро, должны работать красиво на мобильном устройстве и быть готовы к тому, чтобы отображаться хорошо на любом экране, на каком бы на него ни зашел ваш покупатель. Это тоже будет напрямую, и чем дальше, тем сильнее влиять на конверсию вашего интернет-магазина. Ну что ж, некоторые вступления я закончил касательно вообще рынка и некоторого обзора. Будем переходить побольше к практике. Мы будем говорить о платформе 1S Bittrex. И это платформа, которая готова к разработке на базе нее любого интернет-проекта, начиная от маленьких лендинг-страничек, заканчивая крупными серьезными интернет-магазинами с большой посещаемостью и так далее, всем, что между этими двумя полярными проектами может быть. То есть, в принципе, практически для любого бизнеса. Два слова о самой платформе. Платформа больше 15 лет на рынке, за это время там больше 40 тысяч клиентов. Среди них там 26, ну видите, уже 26,5 тысяч интернет-магазинов. По оценке 2014 года к той же компании Data Insight, это чуть больше половины интернет-магазина. Ну и вот, в частности, рейтинг iTrack, тоже совершенно независимый рейтинг, который просто опрашивает все домены в зоне RU. На тему, установленные там системы управления сайтом. И вот Bittrex среди коммерческих систем управления занимает 63,3%. В общем, бесспорный лидер в этой области. Итак, мы с вами начинаем с самого начала. С того, с чего можно вообще начать. И запускать интернет-магазин на платформе 1SBittrex. И моя задача – показать вам, как это вообще все происходит. На самом деле, вот так вот всю технику, наверное, показать не получится, однако я постараюсь. С этого момента я буду переключаться периодически, постоянно переключаться с презентацией на свой компьютер, для того, чтобы продемонстрировать вам, собственно говоря, все необходимое. Кстати, надо выключить скайп, что меня отвлекал. Все необходимые шаги. Итак, с чего вообще можно начать? Начать нужно с того, чтобы установить себе Bittrex. Установить его можно тремя способами. На нашем сайте есть раздел «Скачать». И здесь нужно определиться с тем, собственно говоря, каким образом мы будем устанавливать Bittrex. Еще раз, есть три варианта. Вариант номер один – это взять уже хостинг, то есть выбрать кого-то из наших партнеров-хостеров или просто хостинг, подходящий для установки туда любой системы управления. Bittrex подходит к большинству хостингов, имеющих минимальные возможности. И скачать, туда закачать, соответственно, систему управления сайтом. Ее дистрибутив. Там будет специальный, у нас такой специальный есть скриптик для установки. Вот если мы зайдем, например, в Bittrex управление сайтом, мы увидим вот здесь незаудаленную установку на хостинг с помощью скрипта Bittrex Setup. Вот, собственно говоря, скачав этот маленький скриптик и поместив его в корневую папочку вашего хостинга, вы получите, собственно говоря, доступ к установщику, который за вас все сделает. Как этот скриптик работает, мы с вами сейчас посмотрим. Второй способ – это, например, установить на свой компьютер. И он подразделяется на два способа. Первый способ – это вот можно скачать экзешник, если у вас обычный Windows-компьютер. Можете скачать экзешник, просто запустить его, и на обычном Windows развернется виртуальная среда, в которой будет работать Bittrex управление сайтом. Этот вариант хорош для ознакомления с продуктом. То есть если вы не планируете запускать после этого сайт, хотя это возможно, просто это будет несколько непросто, но для ознакомления, если вы хотите просто посмотреть, понажимать на кнопочки и разобраться, то вот этот вариант подойдет, он очень прост в установке. Я буду показывать вам третий вариант. Он чуточку посложнее, но зато более перспективен. Этот вариант называется «Виртуальная машина». Здесь в разделе «Скачать» есть такая закладочка «Виртуальная машина» и есть три варианта виртуальной машины для разных средств виртуализации. Поясню, что это такое. Виртуальная машина – это некий сервер, по сути, полноценный сервер, такой же, как стоит, например, на хостинге, только он не настоящий, а виртуальный. Вот для того, чтобы этот виртуальный сервер заработал, нужна некоторая специальная программа. У нас есть для трех таких программ виртуализация. Это может быть VMware, это может быть VirtualBox или Microsoft Hyper-V. Я буду использовать VirtualBox, потому что это open-source технология, она бесплатна, и, соответственно, вы тоже можете ее использовать совершенно спокойно. Вбив в Google VirtualBox, найти официальный сайт VirtualBox и скачать последнюю версию, я думаю, вас труда не составит. Также этот способ установки Bittrex хорош тем, что он кроссплатформенный. То есть на Linux, на Mac OS, как вы видите, у меня Mac OS, на Windows. В этом случае вы сможете установить Bittrex без каких-либо проблем с полной совместимостью. У меня VirtualBox уже установлен. Вот он так выглядит. Здесь у меня, видите, набор есть разных виртуальных машин, которые я использую. У меня тут даже Windows может запускаться. В этом как раз все преимущества виртуализации. И мы с вами, допустим, скачаем вот такую виртуальную машину для VirtualBox. Файлик весит не 10 гигабайт, как вы подумали. 10 гигабайт – это размер диска, который будет внутри нашего сервера. На самом деле файлик весит порядка 100 мегабайт, если я не ошибаюсь. Итак, скачав этот файлик, я захожу в меню VirtualBox, импорт конфигурации и выбираю скачанный файлик. Он у меня скачан давно, поэтому его еще надо будет найти. Ну вот мы сейчас попробуем вот так вот искать в моих загрузках. Вот он. Вот этот файлик будет у вас в архиве, когда вы скачаете соответствующую виртуальную машину. Собственно говоря, следующий шаг – это некоторые настройки. Ну, я считаю, что надо обязательно виртуальную машину назвать. Как, говорит, машину назовешь, так она и полетит. И я обычно добавляю чуть побольше памяти. На моем ноутбуке 16 гигабайт, и поэтому выделить 1 гигабайт памяти для, собственно говоря, работы сайта не так уж не кажется некритичным. Если у вас там больше 4 гигабайт, то смело 1 гигабайт можете выделять. Будет работать чуточку побыстрее. Это сильно меньше, чем у обычного сайта на хостинге, обычного сервера на хостинге, но вполне достаточно, чтобы система работала. После запуска импорта, собственно говоря, VirtualBox совершает какие-то магические действия для того, чтобы запустить этот виртуальный сервер. Такое вот у нас начало. Сейчас буквально 5 секунд. И вот она, виртуальная машина у меня появилась. Единственное, что мне не осталось сделать, это сделать небольшую настройку. Это переключить режим сетевого адаптера в сетевой мост. По умолчанию почему-то он так не встает. Все, сервер готов. Мы можем его включить. Двойным кликом я запускаю сервер. И, как вы видите, у нас есть виртуальный экранчик этого сервера. Поскольку сам сервер внутри, ну, как и все, в общем, наверное, большинство серверов на хостингах работает на Linux. Мы видим, что это CentOS версии 6.6. Экранчик, соответственно, исключительно текстовый. Нету графического интерфейса. Да он нам и не понадобится. Потому что это будет сервер. Как будто на хостинге. После этого запуска мы с вами что видим? Все, что нам нужно из этого страшного скопления знаков, это вот эта последняя строчка IP, адрес. У меня он 192.6.8.160, это адрес моей локальной сети, в которой сейчас у меня подключен компьютер. Виртуальная машина делает все это автоматически. Я набираю этот адрес в адресной строке браузера своего обычного и, в общем, вижу тот самый Bittrex Setup, о котором я говорил вначале. Это скрипт установки системы 1S Bittrex. Выберем новую установку. Я выберу управление сайтом бизнес, демонстрационная версия и запущу загрузку дистрибутива. Загрузка дистрибутива занимает примерно около минуты в моем случае, поэтому мы с вами посмотрим, немножко пока вернувшись к презентации, я хотел бы отметить несколько моментов. Вообще Bittrex по умолчанию поставляется помимо самой платформы, это такой некий движок внутренности вашего сайта, там огромное количество скриптов, кода написанного, всяких интерфейсов управления и так далее. В комплекте с ним идет несколько вариантов готовых решений. Прямо в комплекте, мы сейчас увидим, которые идут прямо в комплекте, это интернет-магазин, готовый интернет-магазин, он универсальный, наполнен он, к сожалению, не бытовой техникой, а одеждой, но в целом мы его разрабатывали с тем уклоном, что он должен быть универсальным. То есть он должен подходить под, в принципе, любой тип товаров. Там настроена большая часть сервисов, есть специальный мастер установки, по которому мы сейчас с вами пройдемся, есть даже мобильное приложение, мобильное приложение демонстрационное для, собственно говоря, самого магазина, мобильное приложение для администрирования сайта, ну и, в общем, весь остальной функционал этой платформы. Ну вот у меня 58% загрузки, это, пожалуй, самый длительный этап, на котором совершенно нечего, никаких картинок нам не показывают и ничего не спрашивают. Происходит сейчас непосредственная загрузка. Отмечу, кстати, что для хостингов, которые имеют тарифные планы для битрикса, ну или так или иначе говорят о том, что они с битриксом работают, у них обычно есть уже предустановленные битриксы, то есть, грубо говоря, там развернуть систему будет гораздо быстрее, потому что у них дистрибутивы уже скачаны и лежат. И там, собственно говоря, этот шаг подпускается, вы переходите сразу непосредственно к мастеру установки. Ну вот, дистрибутив у нас скачен. Сейчас, наверное, еще будет в пару секунд его распаковки. И мы с вами приступим к мастеру. Пока у меня тут тикают процентики, вы можете задавать какие-то вопросы. Понятно ли сама процедура работы с таким видом установки, мне кажется, он наиболее надежным способом, если вы хотите запустить интернет-магазин, но для начала попробовать или начать наполнять свой интернет-магазин у себя локально на своем рабочем компьютере. Ну что ж, нас встречает мастер установки самой платформы и требует от нас принять лицензионное соглашение. Здесь вы можете зарегистрировать продукт, это значит указать фамилию, имя, имейл для того, чтобы получить временный лицензионный ключ, который будет уже прописан в платформе. И этот временный лицензионный ключ позволит получать обновление в рамках демонстрационного периода. Я, пожалуй, все-таки зарегистрируюсь, чтобы у нас обновления были доступны. Здесь достаточно все просто. Надо просто указать фамилию, имя, имейл. И сейчас происходит распаковка, установка самого дистрибутива. Странно, я не вижу от вас вопросов совсем. Делаю из этого два варианта. Либо слишком все просто, либо слишком все сложно. Надеюсь, что все-таки все просто. Спасибо, что говорите, что все понятно. Окей. Значит, сейчас происходит установка самой платформы. То есть мы пока не говорим о том, что надо бы настроить какой-либо сайт. Сейчас там распаковываются модули, производятся какие-то первичные настройки. Это все нужно для того, чтобы сама платформа, сам движок работал хорошо. Потом у нас будет еще целый мастер и выбора решения, и его настройки. Ну что ж, это, пожалуй, важный шаг. Надо придумать и ввести пароль администратора. Я обычно делаю очень простой пароль для тестовых установок. Рекомендую его не заморачивать, потому что для локальной установки пароль не так критичен. А вот забыть его придется переустанавливать или мудрить с восстановлением паролей. И техподдержка вам тут не очень поможет, потому что сайт только локально у вас расположен. Итак, у нас с вами есть теперь выбор решения для установки. Как видите, сам дистрибутив уже содержит несколько решений. Их здесь шесть штук. Это корпоративные сайты, два разных для услуг, для производственной компании. По сути, они отличаются неким визуалом и структурой. Есть сайт сообщества, это блоги, персональный сайт, блог одного человека. Есть технологическая демонстрация возможностей продукта, такой специальный демо-сайт, на котором вообще все-все-все-все есть, одной большой кашей, показывать невозможно, для разработчиков очень удобно. Есть интернет-магазин, с которым мы будем с вами работать. Также есть вариант загрузить из Marketplace. Мы сейчас в него заглянем. Надеюсь, что у меня доступ с интернетом сейчас из виртуальной машины будет нормальным. Да, и здесь мы можем выбрать какие-то другие решения. Здесь довольно много разных решений. Их тут целая куча. И здесь можно найти какой-нибудь из интернет-магазинов, который, например, подходит вам. Здесь должен быть, кстати, тот же Bitronic, который вам будут показывать во второй части. И еще целая куча решений. Тут прям огромное множество. Я сейчас быстренько так промотаю, вернусь обратно и установлю все-таки стандартный интернет-магазин. Так, пока идет установка, посмотрю на вопросы. Я вижу, что уже есть. Можно ли тестить несколько сайтов одновременно? Да, конечно, можно. Так, секундочку. Сейчас я отвечу на вопрос, только пройдусь быстро по этим шагам мастера. Так, это у нас с вами выбор шаблона. У нас тут один. Здесь выбор цветовой схемы. Давайте возьмем синюю. Ну, пусть будет синяя. Здесь основные настройки, которые можно сразу сделать при старте. То есть название магазина, загрузить логотипы. В частности, для устройства ретина, например, чуть большего разрешения. Там, для логотипа на темном фоне, телефоны, время работы, какие-то метаданные. Решение там о мобильном приложении. Включить или не включить складской отчет. Я пока его выключу, с вашего позволения, чтобы он не заставлял делать лишние действия в процессе демонстрации. По складу там в следующем вебинаре будет подробно. Ну, и данные о компании, для того, чтобы правильно выставлялись счета и настроены платежные системы. Типы платильщиков мы с вами определяем, которые нам платят. Там, физ или юрлица. Способы оплаты доступные прямо на старте при настройке. Способы доставки. Сейчас мы включим, допустим, вот этот вот. И да, Россия, СНГ. Нам нужны местоположения. Дальше пойдет у нас установка. Что касается нескольких сайтов одновременно. На самом деле вы можете импортировать сюда одну и ту же машину, которую скачали, несколько раз. Как видите, у меня здесь вот, например, есть 15-я, есть старая версия 12.55.1, есть тестовая версия, есть вот та, которую я только что запустил. Я могу даже одновременно их запускать. Они будут просто на разных IP-адресах работать. И можно одновременно работать с несколькими установками. Помните, однако, что вы используете демо-версию. То есть через 30 дней она прекратит свою работу, если вы не приобретете лицензию. Но даже такую локальную установку можно активировать обычной лицензией и продолжить работу с ней там дальше. Как видите, у меня вот можно одновременно запускать сразу несколько сайтов. Это, в общем, нормальная практика. Ничего в этом нету необычного. В этом, наверное, основное преимущество вот этих вот виртуальных машин и вообще сред виртуализации. Ну что ж, у нас завершилась установка. Теперь у нас уже есть и платформа, и поверх платформы установлено решение. Заветная зеленая кнопка перехода на сайт. И мы, в общем, видим наш новый сайт уже во всей красе, готовый к работе. Еще раз, к сожалению, я не могу на демо-версии от лица компании 1SBitrix показывать вам магазин с товарами бытовой техники. У меня такого, к сожалению, нет. Но я вижу, что вы оценили наш новый баннер. Значит, наша с вами задача немножко пройтись по самому магазину, потому что у нас с вами получилось. Магазин мы установили, как видите, логотипы, которые мы могли бы загрузить товары. Здесь демонстрационные уже есть. Баннеры, страничники товаров и так далее. Другие категории, новости, кнопочки соцсетей и так далее. Подписка на рассылку. В общем, основной инструментарий, в общем, в целом здесь есть. И он готов к работе. Сам интернет-магазин в данном случае у нас наполнен. И мы можем ходить по разделам для того, чтобы, собственно говоря, ознакомиться с основными сценариями работы. Мы, наверное, с вами примерно посмотрим. Я хочу лишь отметить основные такие самые важные моменты, наверное, в юзабилити интернет-магазина, стандартного и универсального. Мы вообще формируем эти все принципы для того, чтобы большинство магазинов, разрабатываемых в том числе на платформе Bittrex, соответствовало всяким трендам. Ну, в частности, один из трендов – вот эта строка поиска. Поясню, почему вообще мы смотрим в эту сторону и почему поиск такая важная штука. Магазины одного товара – это на самом деле не магазины. Это там лендинг-пейджи с возможностью оплатить этот товар. Интернет-магазин подразумевает количество товаров, там, отличных от одного, то есть их там сильно больше обычно. У кого-то десятки, у кого-то сотни, у кого-то тысячи. Я знаю примеры там с сотнями тысяч товаров. И, конечно же, покупателю среди такого многообразия довольно сложно ориентироваться. Есть два типа людей. Люди, которые привыкли набирать, да, и таких сейчас очень много, потому что мы с вами привыкли, что сам браузер уже не требует от нас ввода в адресной строке адреса сайта. Я могу в адресной строке набрать свой запрос и получу ответ от Яндекса. И к этому, в общем, идут все технологии в интернете. Яндекс, я не помню там, вот я сейчас при вас набрал запрос полностью, хотя на самом деле это было необязательно. Я могу набрать только части, мне Яндекс уже подскажет варианты, которые, собственно говоря, я хотел бы найти. Это хороший привычный сценарий для очень многих уже пользователей интернета. Особенно с мобильного устройства. Если я открыл Яндекс или Гугл, ну, мне точно неудобно набирать там весь свой запрос целиком. Поэтому я, естественно, буду использовать вот эту подсказку. Начну набирать мне, Гугл что-то или Яндекс подскажет, и я просто тыкну, ткну, вернее, правильно сказать, в нужное мне решение. И, в общем, это хороший, правильный подход. Вот то же самое должно работать и, собственно говоря, в интернет-магазине. Это ожидаемый сценарий. В данном случае я начинаю что-то набирать в строке поиска, и мне магазин тут же подсказывает, собственно говоря, что же можно найти на сайте с этим буквосочетанием «шта». Ну, понятно, что здесь только штаны, при этом это может быть категория. Я могу открыть все штаны. Да, у меня там есть варианты переходить в категорию «так», либо, собственно говоря, найти ее через поиск. Либо это могут быть какие-то конкретные штаны прямо с картинкой. Я могу их здесь найти и, собственно говоря, к ним перейти, потому что они мне понравились. Это, в общем, хороший сценарий поиска. Я говорил о двух типах людей. Так вот, второй тип людей – это те, которые любят по меню походить. И это тоже правильный сценарий. Нельзя сказать, что один из них лучше, другой хуже. Они просто разные. И нам наша задача, как технологов, ваша, как владельцы интернет-магазина, дать покупателю, который пришел к вам, тот путь, который ему удобен и выгоден. Ну, вот, собственно говоря, для того, чтобы лучше работать с теми, кто любит ходить по меню, мы меню дополняем вот такими интересными штуками. Ну, понятно, что меню – это раздел каталога, есть подразделы, подподразделы и так далее. И мы можем снабдить каждые разделы подразделу дополнительным текстом и, собственно говоря, картинкой. Для чего это нужно? Ну, во-первых, это добавляет динамики интерактива. А во-вторых, это решает проблемы, когда название раздела, а такое я часто встречаю в интернет-магазинах, неоднозначно определяет, что внутри этого раздела. И особенно это касается сложных товаров, где категоризация может быть на разных магазинах разная. Это вот там с бытовой техникой легко, да, холодильники и холодильники, стиральные машины и стиральные машины, они везде будут стиральными машинами, грубо говоря. А с одеждой тоже вроде понятно, хотя у женской одежды есть там иногда такие названия, которые я сейчас не смогу воспроизвести, а уж тем более запомнить, что это такое. Сколько лет мы учили, что такое кардиган. Ну, не суть. Поэтому мы добавляем такие картинки, и у вас есть такая возможность сделать действительно красивое меню, удобное для навигации вашему покупателю. Следующий вариант, давайте зайдем, пожалуй, в штаны, где побольше товаров. Это, собственно говоря, выбор товара из категории. Я в категорию тем или иным образом попал. Я мог попасть туда, найдя здесь категорию, или перейдя в конкретные товары, вернувшись в категорию, чтобы посмотреть аналоги. Либо через меню. И здесь мне нужно сузить этот поиск. Вот в данный момент я вижу там категорию из трех товаров и некий фильтр. Это так называемый параметрический фильтр, который сузит, уменьшит количество отображаемых товаров в зависимости от моих предпочтений. Это, в общем, довольно стандартная практика. К этому нас, по-моему, начал приучать Яндекс.Маркет. Если не ошибаюсь, у них там самый крутой параметрический фильтр появился в самом начале. По крайней мере, он стал массовым, и люди стали привыкать к такому виду поиска. До этого, в общем, и сейчас я еще очень много магазинов встречаю, где не то что параметрического фильтра вообще никого нет. Поиска фильтра, и приходится штудировать эти огромные списки товаров в поисках того, что тебе нужно. Иногда это прямо вызывает головную боль и хочется уйти. Что ж, мы видим категорию товаров, можем по товарам посмотреть. Как видите, у нас многие называют дам танцующими. На самом деле, просто разные фотографии загружены. Это, опять же, добавляет некий интерактив для того, чтобы человеку было не скучно по вашему сайту бродить. Вы также, наведя, прям сразу можно приобрести, выбрать, посмотреть в других цветах, в других размерах. Иногда картинки от размеров зависят, и, собственно, картинка будет меняться. Ну, соответственно, сразу приобрести и положить в корзину. Окей, в корзину положил. Так и быть. Могу определять параметры, как бы сузить. Например, по цвету. Я могу выбрать цвет. Система мне покажет. Вот у меня почему-то целых три. А, потому что есть в этих цветах все три товара. Могу выбирать какие-то другие. Вот здесь будет в белом цвете только один. Да, почему-то вот есть эти штаны в белом цвете только. Могу определять по другим параметрам. Это цены, это размеры. Очень удобно для одежды, например, определить сразу свой размер и выбирать только те товары, которые есть соответствующего размера. Ну, ладно. Посмотрим следующие моменты. Это, как я уже говорил, наша задача, как интернет-магазина, сделать так, чтобы покупатель как можно больше купил. Ну, как минимум, не то, чтобы больше, а точно купил, чтобы увеличить свою конверсию. И для этого у нас появился такой блок персональной рекомендации. Это как раз про тему угадывания пожеланий. Угадывания предпочтений, угадывания потребности покупателя. В нашем случае этот блок называется персональной рекомендации. И что он делает? Он определяет, что человеку интересно. Ну, вот для меня он здесь выдал какую-то чушь, потому что я бы точно не стал покупать что-то из этого. Скорее всего, выбрал бы, наверное, какие-то мужские футболки. Ну, а суть в том, что это моя демонстрационная версия, у него еще нет никакого базы и никакого опыта. И, собственно говоря, каталог тоже пока не про что. Поэтому, собственно говоря, здесь рекомендации не очень актуальны. Но постепенно с использованием сайта, со сбором поведенческих факторов, интересов и других параметров, этот блок начнет рекомендовать все лучше и лучше. Для хороших боевых магазинов, которые установлены на внешнем домене, там рекомендация будет сразу уже на высоком уровне качества после, собственно говоря, обработки этого каталога. И этот блок на самом деле дает очень хорошие показатели увеличения конверсии. Мы замеряем по некоторым нашим клиентам и видим, что рост до 35% в продажах просто из-за появления вот такого блока персональных рекомендаций. Он может быть размещен, как мы сейчас видим, в категории. Он может быть размещен, например, в карточке товара, если вы на то согласитесь и разместите его там. Он может быть размещен на главной странице, но здесь его нету. Ну, например, вот этот основные тренды сезона, например, запросто могут быть персональными рекомендациями, которые система построила в зависимости от интересов конкретного человека, который к вам пришел. Ну, про персональные рекомендации еще будет целой подробности в следующих вебинарах. А нам с вами нужно переходить, наверное, к этапам работы с интернет-магазином дальше. Ну, давайте я наконец-то закажу себе нормальную белую футболку. И мы с вами попробуем сделать сам заказ, чтобы у нас было с чем поработать внутри административной части. Ой, так, я вижу, что есть вопросик. Так, Роман спрашивает, если не успеть в режиме демо-версии, а приобрести лицензию чуть позже, потеряет ли вы данные? Нет, данные вы не потеряете, то есть у Bittrex'а нет функции самоуничтожения, он, конечно, никуда не испарится, и все данные ваши сохранятся, просто вы не сможете получить к ним доступ и работать с платформой, пока не введете лицензионный ключ. Ввести лицензионный ключ можно будет, в общем-то, как только он у вас появится, в любой ситуации, даже если Bittrex полностью заблокировался, он оставляет такую возможность. Так, вопрос у Сергея, можно взять данную версию сайта, наполнить своим контентом, в дальнейшем ее использовать? Конечно, можно. И это один из сценариев, который, на самом деле, довольно активно используется. Стандартный магазин, он предоставляет совершенно бесплатно, и мы никак не ограничиваем их в возможностях его использования. Пожалуйста, наполняйте товарами, перекрашивайте цвета, добавляйте свои картинки, не знаю, меняйте шрифты, делайте, что хотите, используйте на ваше удовольствие. Итак, поехали дальше. Что у нас есть в корзине? Во-первых, мы можем, если вдруг передумали с цветом или размером, например, я ношу M, а вот здесь, наверное, лучше S купить. Можно поменять цвет и какие-то другие параметры, которые присущи в случае, ну, понятно, с бытовой техникой, чаще это будет какая-нибудь цветовая гамма, вряд ли кто-то захочет поменять комплектацию в процессе, но цветовые гаммы бывают разные у товаров, соответственно, это будут разные вариации. Так, определиться с количеством, при этом мы сразу видим изменение цены, можно применить купон для скидки, если вы заранее дали человеку такой купон. Человек, собственно, ваш покупатель может также, например, отложить некий товар. Я вот решу, что штаны полосатый рейс женские мне не нужны, я их отложу и покажу потом жене. У меня появляются здесь отложенные, и я смогу в отложенных их, собственно говоря, наблюдать. Так, единственный момент для оформления заказа, пожалуй, мы с вами воспользуемся следующей историей. Нам нужен режим инкогнито, чтобы сделать это от нового пользователя, а не от авторизованного в текущий момент. Сейчас мы еще раз купим белую футболку и перейдем к оформлению заказа. Так, оформление заказа, в общем, это вот такая простыня, в которой нужно выбрать необходимые поля. При этом сами поля вы легко настраиваете, что вам нужно в заказе знать о человеке, а что не нужно. Если у вас там нет юрлиц, соответственно, юрлицы предложены не будут. Ну, давайте я представлюсь с Иваном Ивановичем. Даже укажу ему в e-mail. Ой-ой-ой, с ошибкой указал. Сейчас обязательно телефон, местоположение. Здесь, кстати, интересный способ. Можно, например, указывать разные местоположения. Например, если мне нужен там не Москва, а Московская область или какой-то другой район, я могу здесь это, собственно говоря, выбрать. Для меня это будет Москва. Ну и какой-то адрес. Это адрес нашего офиса. Пусть мне привезут футболку сюда. Конечно, зря, я надеюсь, никто мне не привезет. Придется ехать самовывозом. Здесь мы определяем службу доставки и платежную систему. При этом, в зависимости от того, какую службу доставки мы выберем или от того, какая платежная система, у нас могут быть изменяться приоритеты, то есть изменяться доступность. То есть, например, в случае с доставкой курьером, например, банковская карта может отключиться. Сейчас такой настройки нет, но ее можно включить и, соответственно, эти параметры указывать. Система будет автоматически менять и выставлять эти соответствия, не позволять пользователю, например, выбрать оплату наличными курьеру при самовывозе, что кажется глупым. Вот таким образом мы можем определять. Я сейчас выберу Яндекс.Деньги как самый основной, который умеет процессить все, и карты, и так далее. Ну и, в общем, не оставляя комментарий к заказу, этот заказ оформлен. В этот момент у меня произошло две вещи одновременно. Это заоформление заказа и регистрация пользователя на сайте. Вы сейчас можете увидеть, что здесь появился Иван Иванович, у него появился свой персональный кабинет, у него появился уже свой первый заказ, и я могу перейти к его оплате, то есть оплату онлайн, я выбрал Яндекс.Деньги, при оплате нажать эти кнопки, меня перекинет на Яндекс.Деньги, ну, перекинет с ошибкой, потому что мой сайт у них не зарегистрирован, естественно, они не могут от меня ничего принять. Но при заключении вам и договора, и прописании соответствующих данных, это будет работать. Посмотрим персональный раздел. Для меня как покупателя есть уже персональный раздел, вот мой заказ, я могу открыть его подробности, посмотреть, что он там, например, отменить его, если я передумал, оплатить его, если я вдруг не доплатил или не заплатил вовремя, и так далее. В списке заказов я могу их всячески фильтровать, например, смотреть историю там старых заказов, или смотреть текущие заказы, и так далее. В моем персональном кабинете есть изменения регистрационных данных, там переход в корзину, состояние заказов, истории и так далее. То есть здесь у меня есть ряд функций стандартных, необходимых, в общем-то, минимально необходимых любому интернет-магазину. И это все уже готово. Ну что же, мы от Ивана Ивановича все процедуры закончили, перейдем и вернемся к администратору интернет-магазина, ко мне. Так, ну что ж, наша задача, наверное, на сегодня с внешней частью завершена, и поэтому мы пойдем внутрь системы управления сайтом и посмотрим, что же у нас тут есть. Так, я вижу еще один вопросик. Нужно ли вводить ключ Питрикса при работе на виртуальной машине, и есть ли ограничения по времени работы над сайтом через виртуальную машину? Вот смотрите, я сейчас при вас ключик не вводил, однако он ввелся автоматически при регистрации. Срок ограничения есть, и он указывается в админке, вот он, осталось 30 дней. Я только что установил ее, и у меня действительно есть 30 дней на то, чтобы поработать с системой. Есть один нюанс, там на самом деле чуть больше, то есть после 30 дней загорится красная такая надпись поверх всего сайта, что закончен срок пробной версии, и как бы и все. А еще через неделю, по-моему, вот этого, горения вот этой надписи, система будет полностью заблокирована. И в любой момент, даже после полной блокировки, вы можете приобрести лицензию, купить ключик и, собственно говоря, его ввести. Независимо от того, как вы используете Bidrix на виртуальной машине, на установке через экзешник или на хостинге, демо-версия работает всегда одинаково. Так, ну что ж, пойдем дальше. Что у нас внутри платформы? Внутри платформы очень много всего, внутри административной части огромное количество функционала, поэтому, наверное, я сейчас про все-про все не расскажу, иначе это будет долго и скучно. Попробую на основных моментах заострить внимание. Вот смотрите, первый инструмент, который встречает вообще любого пользователя платформы, это вот этот рабочий стол. У меня, видите, рабочий стол называется рабочий стол 1. На самом деле рабочих столов может быть несколько. Для чего нужен рабочий стол? Для быстрого доступа к различным элементам вашего сайта и настройкам. Во-первых, есть вот такой набор виджетов или гаджетов, не знаю, кто их как называет, это неважно, который позволяет вам быстро оценить ситуацию. Например, вот график по продажам. Пожалуйста, у вас показывается график, одна продажа была на 27 тысяч рублей за период вот с 5 октября. Это вот то, что я заказал. Можно посмотреть по количеству, по деньгам и так далее. Есть некая информация о сайте. Обычно разработчики здесь заполняют данные, сообщая о том, кто, собственно говоря, разработчик, чтобы вы могли обратиться к нему в случае какой-то необходимости. Состояние информации по заказам, сколько сегодня заказов было, сколько оплачено, сколько отменено. На этой неделе, в прошлом месяце, ну, такая сводочка. Статистика по посещаемости. Это для редакции бизнеса встроенная. Есть система веб-аналитики. Она показывает там, сколько. Ведь я на сегодня набегал уже 94 хита по сайту. Но один посетитель. Здесь можно всякие сводки по разным сайтам, по рекламным кампаниям и так далее посмотреть. Статистика по товарам. Самые продаваемые, самые просматриваемые. Видите, на первом месте полосатый рейс, тот самый, по которому я сегодня гулял. Он здесь уже это показывает. Ну и целый ряд различных внутренних систем, которые позволяют следить за сайтом. Например, безопасность, производительность, новые модули из Marketplace, инспектор сайта, который позволяет с помощью приложения, или даже без приложения, следить за работоспособностью сайта всегда. Вот. Этот рабочий стол настраивается. Я могу перетаскивать блоки, я могу добавить сюда новые эти гаджеты, их здесь несколько штук, вы можете из них составить свою, собственно говоря, собственную картинку, которая будет вам удобна и наглядна. Вы можете даже добавить целый новый рабочий стол. Я его сейчас назову. Можно определить количество столбцов. Два и 50 на 50, например, как сейчас. Это будет пустой рабочий стол, в который можно, опять же, наполнить какими-то гаджетами. Например, вот элементы инфоблока выбрать. То есть это будут, например, мои новости магазина. Я покажу на рабочем столе свои новости. Буду видеть, что у меня сейчас на сайте опубликовано из новостей, не заходя на сам сайт, а работая просто здесь, в этом самом. В административной части. Что дальше? Есть еще такая панель избранная. Она тоже доступна вот на этом рабочем столе. И гуляя по различным разделам, мы с вами это избранное наполним, для того, чтобы в дальнейшем вам было удобно этим пользоваться. Так, сейчас я вижу пару вопросиков. Перед тем, как перейти к настройке магазина, на них отвечу. Скажите, пожалуйста, раздел «Маркетинг доступен только для версии 15.5» или можно установить на 14.9.1? Нет, маркетинг доступен только в 15-й версии. Там от модулей сильно зависит. То есть версионность там довольно такая хитрая штука. По-моему, в 15.0 уже маркетинг появился. Там разными инструментами он наполнен, но в зависимости от версии. Но в целом он появляется уже там. Обновляйтесь, я не думаю, что это должно быть проблемой. Так, каким образом можно наполнить магазин товарами? Так, об этом мы сейчас будем говорить. Можно ли адаптировать для работы магазин, например, в Польше? То есть подключение соответствующие платежные системы, язык и т.д. Да, Игорь, конечно, можно адаптировать для Польши, можно выставлять другие валюты, подключать другие платежные системы. Единственный нюанс, мы, поскольку в основном ориентируемся на рынок России, у нас в коробке по умолчанию настроены, ну, в большинстве случаев российские, есть украинские, есть казахстанские платежные системы и службы доставки. Но в целом платформа довольно универсальна, и там эти обработчики пишутся довольно легко и быстро. То есть там любой разработчик вам там за пару часов интегрирует с какой-то другой системой платежной. Так что не волнуйтесь, конечно, можно. Кто из ваших партнеров в Киеве проводит очные занятия? Ох, Сергей, я не смогу вам ответить на этот вопрос. Полагаю, что вы можете найти в списке партнеров по Киеву просто верхние несколько позиций и с ними поговорить. Это вот такой единственный совет, который я могу сейчас дать. К сожалению, не так знаю. Какая стоимость? Прямо вопросу засыпку. Стоимость того, что я сейчас показываю, ну, давайте быстренько туда перейду. У нас есть раздел «Купить», «Управление сайтом», на котором написаны все стоимости. Я вам показываю редакцию «Бизнес», она стоит 66 900. Практически весь тот же функционал есть в редакции «Малый бизнес» за 32 900. Это стоимость лицензии на первый год. Второй и третий годы, во-первых, там не обязательно продление, но, во-вторых, там это будет стоить 22% от этой стоимости. Как-то так. Так, 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 так. Окей, поехали дальше. Значит, про избранное я вам сказал. Выбранное мы с вами подобавляем в процессе работы и посмотрим, как с этим работать. Переходим в раздел «Магазин». И «Магазин» у нас с вами состоит из нескольких подразделов. Это самый основной, наверное, раздел работы для интернет-магазина. Ну и самое важное – это заказы. Мы можем перейти в заказы и посмотреть, собственно говоря, список заказов. Вот Иван Иванович, который сделал заказ. Вот у нас есть заказ номер 6. Всего 1300 рублей. Предлагаю его отменить и не мучиться с ним. Что мы можем делать со списком заказов? Ну, конечно, мы можем его полностью фильтровать. Видите, есть там приоритетные стоимость заказа от 10 тысяч рублей. Например, по умолчанию вы можете эту стоимость изменить. Оплаченные заказы – раз, и посмотрите, оплаченные. Подвисшие, которые не менялись с какого-то периода и так далее. Вы можете разные фильтры применять для того, чтобы с этим списком было удобнее работать. Также этот список может быть настроен. И это применимо ко всем табличным формам, включая каталог. Вы можете настроить вот таким образом список и указать, какие колонки вам нужны в заказе. Например, отдельно выделить стоимость доставки. Раз, и мы ее выделим и покажем ее рядом с суммой. Сохранить. И он будет вызывать. Доставка куриром – 500 рублей. Доставка не разрешена, ожидает обработки. То есть здесь некий статус можно сразу посмотреть. Если мы зайдем внутрь заказа, это можно сделать двойным кликом или нажатием на циферку. Ой, да что ж мне все время мешается это окошко. Мы видим, собственно говоря, внутренности самого заказа. Здесь есть вот такая сводка по заказу. Когда создан, кем создан, общая стоимость, и того, и статусы оплаты и доставки. Мы видим с вами, что у нас оплата нет. И Яндекс.Деньги доставка курьером, она тоже пока не совершена. При этом этот блок, во-первых, у нас есть быстрая навигация, поскольку вот эта лента, она очень длинная, есть быстрая навигация по ней. И есть вот эта вот сводка. Их можно закреплять. Например, навигацию вот таким вот, такую галочку поставить, и эта штука запомнит ваш выбор и будет все время пролеплена. И можно всегда перемещаться по оплате, отгрузке, доп. информации, по покупателю и так далее. Можно, наоборот, прикрепить, например, вот этот блок со сводкой, и он будет всегда на экране, где бы вы там по заказу не ходили. Давайте посмотрим, что мы знаем о покупателе. Ну что ж, у нас все данные по нему есть, причем мы можем перейти в, собственно, самого пользователя, его отредактировать, если, например, нам это нужно. Можем эту информацию свернуть, если она нам мешает, или перетащить ее в другое место, если мы хотим изменить порядок отображения блоков на этой страничке. Так. Отгрузка. Это, собственно говоря, статусы отгрузки. Мы видим, собственно, сам товар. Мы можем изменить или добавить отгрузку, если несколько товаров, можем разными службами доставки или разными частями, собственно говоря, отгружать. Мы видим, какой у нас статус сейчас, разрешена, не разрешена, статус документа и так далее. Информация по оплате, сколько к оплате, сколько оплачено, сколько осталось оплатить. То есть оплата может быть частичной, и можно добавлять разные оплаты, например, взять и выбрать, что нужно добавить еще один способ оплаты для человека, потому что он там передумал или решил там что-то оплатить с картой, а что-то наличным, наличными курьерами. Мы можем с него предоплату взять картой, и у него в интерфейсе появится возможность оплатить уже не полную сумму, а сумму другую. Так, 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 ой-ей, извините, не то я нажал. Разная дополнительная информация, состав заказа, который, опять же, может быть изменен в процессе работы, ну и данные по сводке. Заказ также показывает нам историю изменений, что с ним произошло, некую аналитику, потому, собственно говоря, что произошло, какие документы проходили, создавались, не создавались и так далее. Все, что связано непосредственно с самим заказом. Заказ может быть изменен, если я нажму кнопочку «изменить», то я смогу поменять практически все поля в заказе. Если в процессе разговора с клиентом у меня что-то изменилось, я могу, собственно говоря, здесь это поменять. «Изменить размер», «изменить цвет», «добавить другой товар», например, я ему по телефону решил купить футболку, а я ему еще и платье решил продать, и вот размерчик сейчас выберем, добавим платье. Соответственно, сохранить все пересчеты, применение скидок и так далее, все это делается автоматически. Это вот работа с заказом. Так, наверное, по основным таким моментам работа с заказом и все. То есть моя задача здесь показать вам, собственно, где это находится и сколько много всяких возможностей есть. Нам нужно с вами, собственно говоря, попробовать магазин запустить. Поэтому мы с вами сейчас сосредоточимся немножко на каталоге. Потому что стандартный каталог – это хорошо, но вы не будете торговать нашими футболками и нижним бельем, правильно? Поэтому вам нужно сейчас загрузить что-то свое. И вот, чтобы загрузить что-то свое, нужно сделать какой-то импорт. И у нас здесь есть несколько вариантов. Во-первых, давайте посмотрим, как выглядит каталог. Ну, вот, собственно говоря, у нас с вами есть список товаров с разделами, типами товаров и самими товарами. Мы можем заглянуть в товар и поработать с ним. И у нас есть целый набор свойств. Это называется свойства, то есть какие-то характеристики товаров, которые ему присущи. В данном случае я выбрал штаны полосатый рейс. Он состоит из нескольких торговых предложений. Вот они здесь все перечислены. Торговые предложения отличаются размером и цветом. Но сейчас я этого не вижу. У нас, видите, стандартный настройок по умолчанию, не предусматривая такую штуку. Поэтому мы выберем вот эти параметры. Я их сюда добавлю, чтобы увидеть, что у нас размер одежды и цвет отличаются. Можно, допустим, сюда также вывести картинку, чтобы видеть, что это такое. Нет, не ту картинку вытащил. Картинка для анонса тут у нас пустая. Сейчас посмотрим. Вот это, по-моему, картинка должна быть. Вот она. Да, и здесь он вывел мне сразу все картинки по каждому товару. Я могу с ней, собственно говоря, наблюдать, как это выглядит. И с каждым торговым предложением, опять же, у нее есть там размер, цена, цвет, и я могу это менять. Собственно говоря, ну, как выглядят товары, в общем-то, понятно. У нас есть структура разделов, которую мы можем настраивать, регулировать. Можем определять, что, например, один товар, вот этот, конкретно штаны, могут находиться, например, в двух, трех, четырех, пяти категориях. Например, эти штаны можно положить еще в спортивную одежду, и они там будут вполне уместны. Они такого легкого вида. И мы также определяем сами свойства товаров. И это вот важный момент. Мы определяем, собственно говоря, какие характеристики будут у наших товаров с вами. Это свойства самого товара, то есть центрального. И здесь мы видим, у нас есть определенные параметры, и мы их можем создавать. У них есть разные типы. Например, картинки подгружаются в виде файла, цвет указывается просто там строкой, текстом. С этим товаром рекомендуем, например, может быть, указываться привязкой к другим элементам каталога. Картинка для шаблона тоже загружается. Там цена – это именно число, ну и так далее. Также у нас есть свойства торговых предложений. То есть это те свойства, которыми отличается одно торговое предложение товара от другого. То есть случай, например, опять же, вот с той же бытовой техникой, да, может быть, и стиральная машина, просто в разной цветовой гамме. Черное, белое и зеленое. Соответственно, у вас здесь будет свойство цвет, который вы определите, что для этого товара у вас доступны цвета. И цвета вы определяете и пишете, какие цвета, собственно говоря, доступны. Можете загрузить картинку, которая будет отображать этот цвет для покупателя непосредственно на сайте. Вот у меня есть универсальное свойство цвет для всех товаров моего магазина. Здесь все варианты цветов, доступных в моем магазине всех товаров есть. И при создании товара я просто торговое предложение, я указываю, какие цвета применимы для конкретного торгового предложения. У каталога есть еще целый ряд настроек, которые можно настраивать. Это могут быть, например, изменения свойств в зависимости от раздела. То есть, ну вот, к примеру, в разделе платья, я сейчас зайду внутрь раздела, то я могу для раздела платья добавить свойства элементов отдельные. То есть, например, выбрать, что для платьев именно должен быть какое-то дополнительное какое-то свойство. И тогда это свойство будет применимо только к товарам из этой категории. И, наоборот, торговые предложения в этой категории тоже могут обладать каким-то свойством. Я могу здесь создавать новые свойства, их привязывать именно к одной категории. Это нужно для того, чтобы каталог был более структурирован, и ненужные свойства, ненужные характеристики, параметры товара не применялись в тех категориях, где они не нужны. Ну что ж, примерно понятно, как это у нас выглядит. Давайте посмотрим, что с этим можно сделать. У нас есть два основных сценария, вернее, три основных сценария, как заполучить товар в своем магазине. Ну, первый сценарий, в общем, он довольно-таки простой, это создание товара вручную. Я могу всегда нажать кнопочку «Создать товар», ну и у меня появится форма, пустая, которую мне надо заполнить. Соответственно, могу определить цену и так далее. Я могу для товара, например, создать товар с торговыми предложениями. Это будет товар, у которого есть несколько вариаций, как в случае со штанами разного цвета. И в этом случае для торговых предложений я могу использовать генератор. То есть я, допустим, сейчас нужно название какое-нибудь задать. Я могу определить, что у меня есть название какого-то товара и могу определить, чем он будет отличаться. То есть, в частности, у меня там может отличаться, допустим, разными цветами. Вот эти доступны разные размеры одежды. И система после нажатия «Генерировать» автоматически сгенерирует, собственно говоря, вот это множество торговых предложений. И они сразу появятся и, собственно говоря, будут работать. Но это ручное создание. Подходит, когда у вас вдруг появился новый товар и вам нужно его добавить на сайт, тогда это возможно. Если вы начинаете магазин и нужно внести какую-то массу товаров, конечно, этот способ не очень подходит. И тут мы перейдем с вами к двум следующим способам. Первый, вернее, это будет для нас второй способ, это импорт из 1С. Это самый распространенный способ, потому что в 1С обычно уже есть список товаров, зачастую с характеристиками и даже с какими-то картинками бывает. Это, конечно, большое подспорье. Несмотря на то, что там товары редко хорошо структурированы, хотя и такое бывает, и я встречал, это на самом деле не важно, как они там структурированы, потому что при импорте из 1С вы можете в настройках указать, как должно выглядеть это на сайте. И система будет автоматически поддерживать две архитектуры каталогов. Один в 1С, так как удобно бухгалтеру или там кто с этим занимается, 1С, второй, как это удобно пользователям на сайте. Синхронизация при этом будет работать нормально и никаких конфликтов не возникнет. Про 1С. Вот сейчас в формате текущего вебинара я не смогу вам ничего показать и рассказать. Если вам интересна интеграция с 1С и все ее детали и нюансы, я сейчас вас покажу, собственно, где эту информацию найти. Мои коллеги, специалисты как раз по интеграции с 1С устраивают специальные вебинары, посвященные именно интеграции с 1С. Вот здесь вот в разделе «События бесплатные вебинары» можно найти в разделе «Поиска» определить и посмотреть ведущего, ведущего, ведущего. Здесь, наверное, Волошина нету, сейчас странно. Тогда по мне ищите. Будет вебинар с интеграцией именно 1С. Сейчас, сейчас, сейчас. Интернет-магазины. Нет, здесь нету. Странно, недавно находил. Наверное, я где-то взял не то. А, вот, 1С же. Точно. Вот оно. Вот эти вебинары, их несколько штук. Видеозаписи для них есть. Живой мастер-класс по интеграции с продуктами 1С. Их несколько. Они разные по контенту внутри. И там, правда, по паре часов каждого вебинара, где рассматриваются все нюансы интеграции, как, прям, начиная пошагово от первого настройки импорта до настройки всяких параметров и разных нюансов, которые необходимо предусмотреть в тех или иных сценариях интеграции с 1С. Так вот, это второй очень популярный способ импорта, потому что, действительно, 1С это очень удобно. Удобно импортировать, экспортировать, поддерживать вот эту синхронизацию, гонять туда-сюда заказики, их статусы и так далее. Все это очень удобно и полезно. Так, и последний способ – это ручной, ну как, полуавтоматический импорт. Здесь у нас есть импорт данных. В настройке это магазин, настройки, импорт данных. Это, на самом деле, непростая уже история, но мы можем настроить систему так, чтобы она автоматически из определенного каталога, из определенной папочки сайта выхватывала CSV-файлик. CSV – это, собственно говоря, формат Excel, вернее, нет, не формат Excel, это формат текстовый, разделенный точкой и запятой или другим знаком, но Excel очень легко его создает. То есть, грубо говоря, если у вас есть прайс-лист от поставщика, вы берете этот прайс-лист, сохраняете его в формате CSV. Его единственное, надо немножко, наверное, доработать, потому что… Сейчас, секундочку, я открою вот такой импорт, чтобы на нем показать вам… Ой, вот импорт. Нет, нет, не XML, CSV. Для того, чтобы загрузить его в систему, нужна определенная структура. Эта структура представляет из себя… Ну вот, можно попробовать, например, экспорт сделать. Вот у нас есть стандартный каталог. Я сейчас наш текущий каталог возьму вот и экспортирую в этот, собственно, формат CSV. Тут можно определить, какие нужны мне поля. В данном случае это будет точка с запятой, но это экспорт, он сейчас не очень интересный. Сейчас получу выгрузку. Вот этот файлик. Я его сейчас себе на рабочий стол сохраню и открою вам, чтобы вы могли на него посмотреть. Это то, как примерно выглядит структура этого файла. У него, на самом деле, ничего сложного нету, потому что по факту это всего лишь колонки, ну, то есть есть строка-заголовка и колонки с данными. Вот в нашем с вами случае единственное, что у меня тут кодировочка неправильно отобразилась, но это нормально, потому что Windows не умеет, не Windows, а Office не умеет UTF-8 кодировку, понимать. Этот нюанс легко решается обычным текстовым редактором, умеющим изменять кодировки. Вы видите, вот, пожалуйста, это товары, которые я только что выгрузил. Они все представлены вот таким списком, и важно при создании файла Excel для импорта соблюдать некую структуру. Это должна быть первая строка-заголовка, причем желательно назвать так, чтобы вы понимали, что это такое. И, собственно говоря, дальше идут построчно товары. Это все, что нужно знать, в общем, про формат файла. В дальнейшем при импорте, то есть когда вы будете делать импорт, сейчас давайте, нет, я буду разовый импорт делать, поэтому буду делать его здесь. Там в магазине в настройках импорта делается регулярный импорт. Я в данном случае буду делать импорт. Я сейчас попробую импортировать этот же файл. Определю, куда его нужно запихнуть. Ну, там в каталоге я сам импорт делать не буду, чтобы не разрушить одно и другое. И следующий шаг – это, собственно говоря, формат. Я определяю, что да, у меня это будет точка с запятой, с разделителями. Первая строка содержит имена полей. И, собственно говоря, иду дальше. И вот здесь вот мы выставляем соответствие. Каждой строки свойству, которое будет внутри каталога. Вот это, наверное, та работа, которую надо будет проделать один раз. То есть в зависимости от структуры вашего Excel-файла. У вас будет, собственно говоря, эта структура слева вашего Excel-файла. Первая колонка, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот здесь вот написано, что вы написали в названии колонки. А здесь вы определяете, куда, в какое свойство, в какую характеристику товара нужно содержимое этой колонки запихнуть. В данном случае у меня вот есть там свойства. С этим товаром рекомендуем. Свойства, там, минимальная цена, максимальная цена. Видите, здесь они мне такими кодами указаны, потому что экспортировал наш. У вас это могут быть здесь просто ваши названия колонок. Ну и, собственно говоря, все. Остальное вы просто загружаете, и происходит первый импорт. Я сейчас этого делать не буду, чтобы не порушить себе одно на другое, не накладывалось. Но именно так происходит импортирование, первичное импортирование, собственно говоря, каталога. У этого способа есть, пожалуй, один существенный минус. И этот минус заключается в том, что из Excel и из формата CSV нельзя импортировать картинки к товарам. К сожалению, текстовый формат не подразумевает хранение картинок. Здесь есть обходные пути, но они не очень просты в демонстрации. То есть можно... Грубо это звучит так. Вы можете сохранить картинки по специальному шаблону пути. И этот шаблон пути прописывает для каждого товара в, собственно говоря, в CSV-файле. И Bittrex подберет эти пути, и эти картинки можно будет использовать. Хотя не всегда это там хорошо удается. Это, наверное, лучше делать со специалистами, которые там предложат, может быть, более автоматизированный путь импорта. Может быть, доработают наш стандартный импорт для того, чтобы картинки откуда-то все-таки загрузить автоматически и распихать их по товарам. Здесь есть много всяких нюансов, много возможностей, которые могут реализовать программисты довольно быстро, поскольку платформа готова к различного рода интеграциям, она полностью открыта к этому. И наши разработчики, партнеры очень часто делают различные такие вот хитрые импорты на один раз или для регулярных действий для импорта, собственно говоря, каталога товаров. Но обычный пресс-лист поставщика вы довольно легко и быстро можете положить в каталог, наполнить его свойствами, ценами и регулярно обновлять, например, цены из того же пресс-листа поставщика, просто загружая в нужную папочку по мере поступления. Все остальное сайт сделает с определенной настроенной вам периодичностью сам. Эта периодичность настраивается вот здесь уже в импорте. Я когда вот импорт CSV, я могу несколько импортов, кстати, сделать и их запускать отдельно. Если я выберу сейчас опять этот файл, выберу, что это нужно загружать в каталог, определюсь с форматом, определюсь с полями, то в дальнейшем мне даст возможность здесь все то же самое, даст возможность настраивать для этого импорта какое-то расписание, по которому можно будет работать. В частности, так, это у меня профиль будет добавляться. Могу вручную запускать, взять и я загрузил новый файлик, зайти сюда, нажать импорт, и система произведет все необходимые действия для того, чтобы это импортировать. Ну и, собственно говоря, могут быть разные срабатывания, например, запускать по крону, то есть серверный скрипт, который будет с определенной периодичностью, указанный вами, там, стартовать и делать этот импорт из файлика, который вы подложили. Вот, это возможности, которые дает нам такой импорт. Так, сейчас вернусь к вопросикам. Возможно ли выставить цены в УЕ, которые будут автоматически пересчитываться каждый день в зависимости от курса ЦБ? Да, технически это возможно. Это непростая там настройка, но да, это возможно, конечно. Название фильтров можно редактировать или только выбирать. О каких фильтрах, простите, идет речь? Игорь, извините, я, видимо, оттал немножко с вопросом. Дополните, пожалуйста, я сейчас вам отвечу. Картинка отстает от звука. Да, Илья, это нормально, и прошу за это прощение, картинка чуть весомее для передачи, поэтому действительно картинка может чуть-чуть отставать. Это, к сожалению, там огрехи скорости интернета. В обратную сторону. Можно импортировать сначала запонси, а потом покачнуть все это в 1С? Конечно, можно. И так тоже часто делают, заполняют сайт красиво со структурой, с картинками, с характеристиками, а потом делают импорт в 1С этих товаров, чтобы там они красиво тоже выглядели и хорошо работали. Седьмая версия 1С интегрируется? Да, интегрируется, но там есть свои нюансы. Во-первых, если вы до сих пор на семерке, это значит, что она у вас, скорее всего, сильно кастомизирована, и переход на восьмую платформу для вас болезнен, и это означает, что у вас там много своего написано. Это накладывает некие ограничения на возможности интеграции. Мы сами не поддерживаем седьмую версию, то есть компания 1С Битрикс интеграцию с семеркой не поддерживает, но есть решение от наших партнеров в Marketplace, коллег, которые сделали готовые модули для интеграции с семерками. И вы можете в Marketplace их поискать, связаться с разработчиком и решить этот вопрос. Это решаемо. К сожалению, там есть архитектурные сложности, которые могут не реализоваться без участия разработчиков. Так, ну что ж, это мы с вами рассмотрели, и мне с вами вам нужно показать еще один момент. Это последний на сегодня, и я передам слово, это мастер настройки магазина. То, с чего, собственно говоря, по-хорошему надо было бы начать, но я предпочитаю заканчивать этим моментом, чтобы сказать, что на самом деле все не так сложно. Не так много пунктов в меню, не нужно помнить, куда и зачем заходить. У нас есть такая штука, называется мастер магазина. И, кстати, на мастере магазина я вам продемонстрирую, что такое избранное. Если вы схватите мастер магазин и потащите его, то появится вот такое меню «Добавить в избранное». Отпустив в этом поле, этот блок будет добавлен в избранное. Это означает, что на рабочем столе, вот здесь вот в избранном, у меня появится эта ссылка. Я смогу по ней быстро перейти, чтобы попасть в мастер магазина. Сюда можно добавлять любые пункты, которые вам будут удобны или полезны. Например, из маркетинга вытащить пульс конверсии и работу со скидками. Из магазина вытащить, например, заказы и так далее. И вы здесь получите ряд вот этих ссылочек, которые сможете в дальнейшем использовать. Ну ладно, нам нужно с вами посмотреть на мастер магазина, и мы на него посмотрим. Что это такое? Мастер магазина – это вот такая вот страничка, на которой структурированы настройки интернет-магазина, которые необходимо выполнить. Ну, казалось бы, что тут сложного в списке настроек? На самом деле, это всего лишь ссылочки на те места, в которые вам надо не забыть. Ну, например, основные настройки – валюты, единицы измерения типа платильщиков, статусы заказов, как видите, в общем, первичное то, что нужно выполнять в любом интернет-магазине. Если бы я вам все это показывал, мы бы, наверное, весь день с вами сегодня разговаривали, и, к сожалению, формат вебинара этого не позволяет, да и я боюсь отнимать у вас только времени. Поэтому мы сделали такой мастер, который показывает общую шкалу выполненности настроек, показывает, сколько заданий по настройкам выполнено в каждом блоке. Например, основные настройки – используемые валюты. Если мы сюда перейдем, мы увидим валюты, которые используются на нашем сайте, мы увидим курсы, сможем их там настроить или что-то с ними делать, можем отключить ненужные валюты или подкорректировать курсы текущих. И если все в порядке, нажать кнопку «Задание выполнено». Вот она здесь появляется, я могу нажать «Задание выполнено», вернуться в мастер-магазина, это можно сделать отсюда и там прямым способом, и перейти к следующему пункту. В частности, единицы измерения. Если здесь чего-то не хватает, можно выбрать, допустим, из нашего классификатора, выбрать какую-то единицу измерения, которая вам необходима. Здесь классификатор, кстати, довольно большой, тут можно разные системы выбирать, разные единицы и так далее. В киловаттах продавать, ну почему бы нет. Когда здесь вы решите, что все готово, нажимаете «Задание выполнено» и возвращаемся в мастера для того, чтобы продолжить дальше. Типы платильщиков. Вот здесь может возникнуть у вас, например, какой-то вопрос, а как тут настроиться, что все это значит. И в этом случае есть спасительная кнопка «Документация», которую можно нажать и открыть, собственно говоря, обучающий урок по документации, связанный с типом платильщиков. Здесь будет описано, что для чего, какие поля что означают и что тут нужно указывать, как с этим работать. И таким образом мы, в общем, будем, выполняя задание, двигаться по мастеру. Дальше, видите, я уже на 5% настройки сделал. Собственно говоря, проставив все галочки по первичным настройкам, вы можете перейти к повседневной работе. То есть вот этот блок свернуть, развернуть повседневную работу и следить за тем, чтобы здесь у вас тоже все было выполнено или там осознанно не выполнено, потому что вы с этим не согласны или не хотите это делать и так далее. То же самое касается обслуживания интернет-магазина. Это следующий этап. Здесь нужно следить за скоростью. Он будет показывать, там, все ли в порядке со скоростью, проверять, давать вам возможность проверить поддержки и так далее. В общем, есть такой у нас инструмент, который позволяет не забывать важные вещи в настройках. Все это собрано в одном месте, на одной странице, с удобными галочками, с ссылками на документацию и так далее. Все это поможет вам довольно быстро освоиться, запустить свой интернет-магазин и работать с ним полноценно. Так, вопросы, вопросы, отображение сроков доставки. Как реализуются? Ох, вы мне прям вопросы на засыпку задаете. Я вот, например, не знаю. Давайте посмотрим доставку курьеров. Ну вот, срок доставки мы можем указать от нуля до одного дней, например. И полагаю, что в интернет-магазине при заказе эта информация должна появиться при выборе доставки. У меня там отложенные, кстати, лежат. Вот срок доставки до одного дня. Вы для каждой службы можете указывать эти данные, а для служб автоматизированных, которые интегрируются с SDAQ или SPSR, где происходит интеграция на уровне систем, там, собственно говоря, эти данные будут отображаться уже реальные, взятые из другой системы. Можно ли узнать про мобильное приложение? Хороший вопрос. Так, а что вы хотите узнать? Если речь идет о мобильном приложении для администратора, там, это одна история. Если у мобильное приложение для, собственно говоря, самого интернет-магазина для ваших покупателей, то это другой вопрос, и про это у меня есть отдельный вебинар. Извините, что я у вас так работаю стрелочником, но, к сожалению, формат не позволяет многое показать. У меня есть интересные вебинары, и здесь же в поиске вы можете найти по продукту «Мобильное приложение». Здесь все вебинары мои. Если вам понравилось, то вам понравятся и эти вебинары. Они были большей частью записью. Вы можете выбрать любой последний и посмотреть, как, собственно говоря, выпускаются мобильные приложения, какие есть там возможности и как это все работает. Знаете, что я забыл вам показать? Мне это, конечно, не делает чести, но я забыл вам показать адаптивность. Вообще адаптивность показать бывает непросто, но я попробую. Так, у меня тут... Нет, давайте мы не будем сейчас устанавливать обновление. Попробуем так запуститься. Я сейчас попробую вам показать экранчик своего телефона. Что-то он мне показывает. Да, похоже, что там не работает. Наверное, надо все-таки обновиться. Ну, что ж, тогда мы пойдем с вами другим путем и посмотрим на возможности адаптивности с браузером. Так, это надо свернуть. Ну, там Excel у нас на заднем фоне. Ну, вот смотрите. Что такое адаптивность вообще? Готовность к отображению на мобильном устройстве. И это значит, что сайт должен по-разному выглядеть в зависимости от размера экрана. Если мы с вами уменьшаем размер экрана, то, соответственно, сайт под это подстраивается. И видите, он уменьшает картинки, он уменьшает верстку. Вот сейчас он уменьшился уже до размеров планшета маленького или, в данном случае, до размера смартфона. И мы видим с вами, что у нас вообще изменилась структура главной страницы. Потерялись анимационные баннеры, да, с видео. Товары остались, и они представлены картинками. Собственно говоря, полезная информация сохранилась, новости все есть, но выстроено все уже в одну ленту. И это удобно для просмотра на мобильном телефоне. Меню стало другим. Оно теперь больше напоминает мобильное меню. Оно скрыто вот здесь, как за кнопочкой. И, собственно говоря, доступно вот в виде выпадающем таком слева. Собственно говоря, сами... Ну, я уменьшил меньше, чем мобильный телефон, поэтому здесь немножко наезжает. Сами товары представлены, персональные рекомендации, все сохранилось. Но формат верстки, видите, как изменился. И если мы вернем в нормальную ширину, у нас все вернется обратно. И, в общем, будет выглядеть так, как это должно быть для клиента, просматривающего на мобильном телефоне. Вот это то, собственно, чего надо добиться сейчас от любого сайта интернет-магазина, чтобы он вот так вот работал. Мы по умолчанию эту технологию показываем и говорим, как оно должно быть. И настоятельно рекомендуем, чтобы вы о своих сайтах тоже заботились и делали их таковыми. Так, ну что же, у меня на самом деле на сегодня все. Я хочу передать слово Михаилу. Михаил, подключайте микрофон, я сейчас передам экранчик. Так, и пока вы подключаетесь, отвечу на вопрос. Возможно ли при заказе товара указывать адрес так же, чтобы клиент сразу поставил точку на карте? Или привязывать данный адрес к карте автоматически для понимания географии дальнейшей доставки и логистики? Да, такая штука возможна. У нас вот по умолчанию такая функция не включена. В смысле, ее нет в платформе. Но тот же Яндекс, не помню, как называется эта штука, Яндекс... В общем, у карт Яндекс есть соответствующий сервис, который умеет превращать точку на карте в адрес. И, возможно, даже у нас в Marketplace есть какое-то готовое решение. Ну, в любом случае, да, это возможно. И если вам так удобней, то, конечно, можете такую функцию применить. Просто ее нету в коробке по умолчанию. Михаил, я вас не слышу. Ага, Сергей, как меня слышно? Да, слышно, но не очень хорошо. А, это я у себя потише сделал. Не, все нормально. Раз, два, три, да. Так, Сергей, вы мне передадите экран, правильно? Вот, прямо сейчас передаю. Да, пока Сергей передает. Коллеги, еще раз добрый день. Представлюсь Михаил Шуфер, руководитель отдела продаж веб-студии Ромса, студии тиражных решений. Прежде чем мы начнем, хотелось бы немного познакомиться. Я понимаю, что у нас осталось буквально полчаса по вебинару и минут 10 ответить на вопросы. Сергей, можете, пока не начал полностью сказать еще. То есть у нас время ровно до 13.00 по Москве, или там сессия может быть чуть дольше продолжена? Можно чуть дольше, Михаил, не переживайте. Нету таких ограничений. Я думаю, что коллеги, кто не сможет дождаться окончания, посмотрят потом видеозаписи. Поэтому мы себя не ограничиваем. Ага. Коллеги, тогда вот смотрите, вопросы. Напишите, пожалуйста, кем вы являетесь? Возможно, вы технический специалист, который смотрит вообще возможности платформы 1S Bittrex. Либо студия-партнер Bittrex, которая смотрит, какие новые возможности есть, какие новые решения вышли. Возможно, у вас уже есть действующий бизнес. И вы думаете открыть интернет-магазин, то есть расширить каналы продаж. А может быть, вы стартапер и думаете только как раз в качестве первого бизнеса создать свой интернет-магазин. Тогда напишите, что планируете создать, например, интернет-магазин, обуви или бытовой техники, чтобы примерно представлять вашу нишу. И уже много рассказал Сергей, возможно, какие-то ваши ожидания по моему докладу. Про нас пока расскажу. То есть, собственно, веб-студии Аромза. Мы стояли вообще у истоков рынка маркетплейса, рынка готовых решений. То есть здесь показываю сейчас наш сайт и команду разработчиков. Директор, собственно, Роман Забродин, основатель компании, является MVP 1S Bittrex. То есть один из пяти человек, которого отметили таким высоким знаком доверия, который унес большие пожелания и идеи в развитии платформы. И дальше, о чем будет, собственно, мой доклад. Переходим к нему. Я немножко повторюсь то, о чем говорил Сергей. То есть, прежде чем переходить непосредственно к каким-то техническим настройкам, к функционированию интернет-магазина, давайте посмотрим сам рынок электронной торговли. Насколько он большой, кто наш клиент и вообще куда он движется. Мой доклад пересекается в некоторых моментах с Сергеем, поэтому я буду говорить, ну, как бы некоторые моменты пропускать, а некоторые говорить, на которые еще можно обратить внимание. Второй момент. Если создавать интернет-магазин, можно его создавать на готовом решении. То есть от 1S Bittrex, готовом решении от сторонних разработчиков, на marketplace от 1S Bittrex тоже, либо делать неделанную разработку. Поговорим о плюсах и минусах того и другого варианта. И если делать на готовом решении, то как, собственно, выбирать готовое решение, на что можно обратить внимание. Ну и третье, да, то есть, собственно, у нас магазин, точнее, вебинар называется, вебинар бытовой техники электроники. Покажем на примере нашего решения Bittronic 2.0, то есть под бытовую технику электронику, то есть какие есть особенности у этого магазина и у этого решения, и примеры наших клиентов, как они запускали свой интернет-магазин. Вот. А сейчас я посмотрю на ваши вопросы, да, именно как вы писали, с чего ожидаете. Так, вот вижу, у нас есть интернет-магазин одежды, есть уже наши клиенты, да, она нас слушает, очень приятно. Магазин оборудования для дома, да, интересная ниша. Так, Наталья спрашивает про вопросы, вопросы мы в конце ответим, да, то есть сейчас я постараюсь, сейчас читая, ответить в процессе доклада. Так, дистрибьюция, вижу, Игорь Назаров, спасибо. Так, сантехника, инженерное оборудование, кстати, да, 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 похоже, причем мы уже делали такое. Так, хорошо, я потом, чуть попозже еще посмотрю ваши ответы, сейчас приступим к докладам. Ну вот есть Алексей Комаров, студия, Аган для разработки интернет-магазинов. Собственно, вообще, есть ли рынок, где ловить рыбу? Давайте обратимся к статистике по всему миру. Если смотреть последние лет пять, да, то есть последние четыре года, да, и прогноз на 2016-2016 годы, по всему миру продажи интернет-коммерции, они растут примерно на 20% в среднем, вот. И прогноз на 2015-2016 год, это, ну, для 2017 брать, это в среднем 15% роста рынка. То есть рынок интернет-торговли, это растущий рынок. То есть это хорошо для нас, потому что покупателей больше. Причем растет он в основном за счет именно развивающихся регионов, к которым относимся и мы. То есть это Россия, Бразилия, Индия, Китай. Если смотреть, что конкретно продается больше всего в интернете, то это электроника, о чем говорили уже, одежда, то есть у нас есть стартаперы одежды и аксессуары. Ну, собственно, мир миром, а что происходит в России? По России, вот у меня есть такие данные по 2010-2014 год. То есть мы видим, что тоже был значительный рост, и с 2010 года, то есть буквально в три раза вырос за пять лет рынок, то есть в 2010-е это уже 560 миллиардов рублей продаж. И причем прогноз такой, что возрастает доля продаж именно от трансграничных, то есть это торговля с Китаем, с другими рынками. И встает вопрос, кто же это те покупатели, которые составляют этот рынок? В трудоспособном возрасте, в 18-64 в России, сейчас около 97 миллионов жителей. Из них онлайн-покупателей является 25 миллионов человек. В целом это треть от всей аудитории Рунета. То есть 75 миллионов общая аудитория, примерно 25 – это активные онлайн-покупатели. Здесь мы видим круговую диаграмму, то есть долю активных покупателей, долю тех, кто не имеет опыта покупок в интернете, достаточно высокая доля. И я скажу, что в целом для нас это хорошо, это значит рынок еще не насыщен. То есть есть еще куда насыщаться рынку, куда расти. Что же они покупают? Это одежда и мелкая бытовая техника. Причем вот здесь перечислены категории, то здесь, если посмотрите по сумме, то будет больше 100%. Это потому что одни и те же покупатели, они могут покупать товары из разных категорий. И сколько же покупок они покупают? Это приблизительно 7-8 покупок в год. Почему для нас это важно? Сергей в своем докладе затронул такую тему, что мы можем получать новые продажи, новую прибыль от новых покупателей, либо получать продажи и прибыль от уже действующих покупателей. Как мы видим, имеет смысл делать ставку на свою клиническую базу и ее растить. То есть наряду с привлечением новых покупателей работать и над удержанием текущих покупателей, с ними взаимодействовать, использовать маркетинг. Многоканальный об этом далее поговорим. И по каким параметрам они же выбирают? Главное, что можно посмотреть, действует стереотип, что в интернете товар стоит дешевле, чем в обычных магазинах. Иногда это не так, по своему опыту говорю. Но большинство людей идут именно в интернет, потому что ожидают, что товар будет дешевле, чем в обычных магазинах. В то же время играет роль удобство. То есть проще и удобнее выбирать и сравнивать товары. То есть можно за меньшее время просмотреть больше предложений, сравнить. И, собственно, удобно выбрать магазин в случае ценой. То есть сравнить или ходить по торговому центру, торговому моллу, среди них 10 магазинов одежды, либо просмотреть именно 5-10 интернет-магазинов и выбрать товар по лучшей цене. Пока я это рассказываю, скажите, а у кого из вас вообще был опыт покупки в интернете? Да, и что вы покупали? То есть может быть среди нас есть такие люди, которые ни разу не покупали ничего в интернете. Можно тоже написать. Удобство, да, для четверти покупателей играет роль удобство. Удобнее заказать в интернете, чем покупать в обычном магазине. То есть сервис тоже важен для нас. Собственно, а как они проходят свой путь? Вот представьте себя на месте покупателя, пока вы пишете, что именно покупали в интернет-магазине. То есть как вы выбирали ваш магазин и как будут выбирать магазин ваши будущие покупатели. Большинство покупателей, то есть это 44%, это те, кто заранее знали, в каком именно интернет-магазине сделают данную покупку. То есть еще раз возвращаемся к тому, что нужно работать со своей текущей базой, то есть со своим текущим брендом. Примерно четверть покупателей, это те, кто, вот у меня на слайде 27%, чуть больше, это те, кто выбирает из нескольких интернет-магазинов и сравнивает цены. Да, и при этом они заранее не знают, то есть где какой товар купить. То есть просто выбивает поисковую строку и смотрит там по поисковой выдаче. И еще четверть у нас остается те, кто, в принципе, имеет в голове уже предопределенный набор, то есть 3-4 магазина, и просто просматривает их и смотрит, скажем, где лучше на данный момент. То есть не ищет по всему уровню, а просто заходит на нужный себе на магазин и сравнивает, то есть 3-4 таких. Ну, выборы, а точнее, диаграмма, то есть показывает направление нашего дальнейшего движения с точки зрения оперативной деятельности. То есть усилять свой бренд, работать с текущей базой покупателей, обслуживать их хорошо, так, чтобы они к нам возвращались. Ну, и, конечно, вкладываться в привлечение новых покупателей. Так, смотрю ваши вопросы. То есть, что вы покупали? Игорь Назаров говорит, что часто покупал через интернет. Вот покупали как раз мобильный телефон, Алексей. Ну, собственно, электроника, бытовая техника. Так, спортивное питание с доставкой. Очень удобно, так не нужно ехать в центр. Анастасия говорит, да, и скажу, что и у нас тоже, то есть в нашем городе, то есть мы находимся в Краснодарске, тоже магазины спортивное питание лучше. Вот как раз Игорь у нас пишет, что как раз выбирает лучшую цену по Яндекс.Маркету. Это как раз один из элементов, что почти все магазины сейчас имеют выгрузки на массовые площадки. То есть, если это у нас магазин, то есть бытовой техники, электроника как раз, то есть выгрузка на Яндекс.Маркет, это как само собой разумеющиеся. Так, Анастасия говорит, это еще тоже мобильный телефон. Да, окей, отлично. То есть у всех есть опыт, опыт покупателей именно в интернете. То есть мы создаем интернет-магазины не с нуля, а именно, то есть уже имея опыта как покупателей интернет-магазина. И, собственно, кто сравнивает, кто выбирает именно интернет-магазин среди конкурентных предложений. То есть как они именно выбрали интернет-магазин? Вот ответы тех, кто указал, что выбирал из нескольких магазинов или искал магазин. То есть 47% выбрали через поиск в интернете. Что это значит? Значит, что нужно продвигать интернет-магазин в топовые позиции, чтобы нас находили. Как раз 15% это те, кто сравнивает цены. Сарафанкой рекомендации, то есть достаточно высокий процент, 14% и то есть тоже лояльность. 13% те, кто выбрал интернет-магазин, где уже ранее покупали. Яндекс.Маркет, то, что мы говорили, 13%. И отзывы в интернете, тоже достаточно большой процент. При этом люди чаще всего говорили, что для них в интернет-магазине важно качественное описание товара. Если мы говорим про магазины бытовой техники, электроники, мы понимаем, что это очень много позиций заранее, которым нужны различные характеристики, нужно их загружать. И мы об этом поговорим, как на этапе старта заполнить магазин быстро и удобно. Наличие на сайте отзывов и товаров, тоже вопрос. Подробная и понятная информация об условиях доставки. Если смотреть статистику, что интересно, на Западе люди чаще всего говорят, что выбирают интернет-магазин именно исходя из сервиса качественного и понятного описания условий доставки. Конечно, цена не играет роль. У нас в России играет роль цена, но при этом люди хотят того же самого. То есть при выборе интернет-магазина, даже если был вопрос цены, решают еще и описание товаров, и отзывы, и подробная и понятная информация об условиях доставки. То есть это те факторы, которые вызывают у покупателя доверие к интернет-магазину, и он может спокойно заказать. Наличие разных вариантов оплаты заказа, собственно, Сергей про это говорил, что оплата онлайн – это тоже то, что сейчас уже обязательно для интернет-магазина. Ну и удобная организация каталога товаров. Если говорить про тренды 2015 года, то есть именно куда движется рынок, что важно сейчас, на что нужно обратить внимание. Ну, прежде всего, да, это мобильная версия сайта или адаптивная, то есть корректно отображающаяся на планшетах и смартфонах. Вот Сергей говорил, что 30% примерно заходит с мобильных. У меня есть статистика со всего мира, то есть получается, что по России, то есть у меня вот на 4 квартал 2014 года, то есть примерно 20% из них больше смартфонов, ну, меньше, больше планшетов, меньше смартфонов. Немножко разнятся цифры в разных исследованиях, но есть показатели именно развитых рынков. То есть, если вы посмотрите, то в развитых рынках, то есть даже Великобритания, Южная Корея, Япония, Соединенные Штаты, процент гораздо больше. То есть от 25% до 50% и у нас также будет, то есть будет расти, поэтому мобильная версия это важно с сайтом. Второе, это многоканальный подход. Сейчас, по сути, офлайн бизнес выходит в онлайн, то есть интернет-магазин торговая точка офлайн является одним из каналов продаж. И точно так же многие интернет-магазины открывают свои точки либо доставки, либо просто в торговых центрах небольшие офисы, помещения, которые им иметь представители для покупателей. То есть это улучшает бренд-магазин, ну и плюс это один из каналов продаж. Точно так же есть, если вы работаете в том числе на местном локальном рынке. Это поток покупателей, ну и физических лиц, которые уходят именно в торговых центрах, моллах. Так, маркетинг, движение ленингов, что этот товар популярный, значит его нужно брать. Так, как раз вы недавно смотрели, это персонализированный блок мой. Так, ну и различные новости. Если смотрим на enter.ru, это точно так же у нас есть раздел каталога, здесь он идет вертикальный, строка поиска, важная, о чем говорил Сергей, сразу вверху, то есть это УТП, собственно, уникальное торговое приложение, бесплатная доставка, домой, и самовывоз, 146 точек в Москве. Кстати, напишите, кто нас из какого города слушает, то есть сколько у нас там из Москвы и Питера, то есть сколько из регионов, то есть будет интересно. И сразу видим все скидки, которые есть, и фильтры подбора товаров по параметрам различные бренды. Если смотреть Эльдорадо, то так же видим каталог товаров, то есть причем в каталоге товаров у нас сразу вскакивает под каталоги, какие-то продажи в спецспецблоке, новинки, ну и различный маркетинг, то есть, например, кофе-клуб Эльдорадо, то есть баннеры, новости наши, новости технологии, обзоры товаров, как раз, то, что мы говорили, текстовый влог. Ну вот, итак, предположим, мы выбрали нишу, то есть нашли поставщика и решили создавать интернет-магазин. Перед нами встает вопрос, создавать интернет-магазин на заказ или создавать интернет-магазин на базе готового решения. Бесплатного шаблона от 1S-Gitrix либо бесплатного, либо платного шаблона от других авторов в Marketplace. Что при этом нужно понимать? Прежде всего, если мы делаем интернет-магазин на заказ, это работа нескольких специалистов. Это дизайнер, который нарисует магазин, это верстальщик, который переведет магазин уже в небольшие странички, которые можно показать, HTML, это непосредственно программист, который запрограммирует функционал и невидимой рукой менеджер проекта, который будет координировать работу всех этих специалистов, общаться с вами. Естественно, труд этих специалистов стоит деньги, и в то же время такая автология, то есть он занимает время, то есть это где-то 3-4 месяца работы. Но самое важное, наверное, другое, то что если у вас еще не был опыта именно разработки интернет-магазинов, то есть или работы в этой нише, то результаты, то, что вы хотите получить, могут отличаться от того, что вы получите в итоге. То есть для меня, для сравнения, такая картинка с елочкой. В лучшем случае, это ваше творчество за ваши деньги, а в худшем случае, это творчество студии за ваши деньги. В то же время, есть и плюсы. Если вы действительно знаете, какие-то свои конкретные преимущества, у вас уже есть опыт, да, а заказная разработка, она правда набывает. И позволяет получить лучший результат. Но если вы стартапер, то есть если вы только начали работать, то есть плюсы и у готовых решений. Прежде всего, и мы этого апологеты, это быстрый старт. В магазине можно начать наполнять товарами буквально на третий день после покупки, после установки на хостинге. Менять, подстраивать под себя и уже через неделю, две уже вкладываться в продвижение, получать первые продажи, пока конкуренты еще делают магазин, то есть захватывать нишу. Второй момент, это то, что, конечно, хороший магазин может стоить и 300 тысяч рублей, и 500, и миллион. здесь вы остаетесь в рамках нескольких десятков тысяч рублей, то есть вместе с лицей битрикс даже на 350 тысяч рублей. Вы экономите свой бюджет, который можно потом использовать для продвижения. И третий момент, скажем так, возможно, он больше психологический, но при старте на готовом решении есть уверенность, что оно будет работать, потому что вы видите, интервью магазины запущены уже на этом решении, есть большой выбор солову выбирать, что нравится, не нравится. Есть возможность также доработать магазин под себя, и у вас остается техническая поддержка автора решения и возможность получать новый функционал, не платя за это деньги, то есть техническая поддержка в течение 12 месяцев. Если мы посмотрим непосредственно на наше решение, Bitronic 2, то есть он находится на Marketplace, вы будете выбирать что наше, что чужое решение, то есть смотрите по параметрам, как много раз оно установлено, есть ли то, что говорил Сергей, адаптивность у магазина, есть ли поддержка композита, как часто оно вообще обновляется, то есть вкладка что нового, то есть здесь мы смотрим, что по несколько раз за месяц. Ну и собственно обсуждение, то есть можно посмотреть вообще разработчик на связи или нет, работали с решением и отзывы уже по данному решению. по этим параметрам можно понять, что покупаете вы шаблон, который один раз выпущен и потом не поддерживается, или шаблон, которым техническим решением он будет отвечать и он будет работать. Ну собственно от слов к действиям. Сейчас я вам пару покажу не просто в наш магазин Bitronic 2.0 по бытовой технике и расскажу чем он отличается в части ниши бытовой техники и в части технических его особенностей. Мы просмотрели товары, просмотрели интернет-магазины крупные Citilink, Enter, Eldorado. Вот так выглядит шаблон нашего интернет-магазина Bitronic 2.0. Если сравнивать с оффлайн-продажами, то когда покупатель заходит к вам на сайт, то для него главная страница это по сути витрина-магазина. От витрины зависит пойдет ли он дальше и на витрине мы часто выставляем какие-то спецпредложения. У нас устроено так, что тоже есть элементы каталог, баннер, в том числе он может быть видеобаннером, спецпредложения, которые сразу показываются, товары, товары, хиты, спецблоки различные. Наши как раз УТП, то что помните мы говорили про Enter.ru, то есть они, например, акцентируют на то, что они доставляют 646 точек в Москву бесплатно. Здесь может быть наш текст отзывы по покупателям для доверия и стимуляция продаж успей купить акции, которые длятся только, например, один день. Кстати, обратите внимание, что здесь у меня цены указаны в долларах. Это возможность переключения валют, то есть битрикса, она у нас внедрена, то есть цены пересчитываются в зависимости от курса ЦБРФ, его можно использовать у себя. В том числе, то есть если вы работаете именно по заграничным ценам, то есть покупаете по сучкам, вот сейчас будет в рублях. То есть это как раз отвечая на один из запросов по валютам, который был. Да, вот так выглядит магазин, и чтобы не только пиарить себя, то есть показать, как может выглядеть магазин вживую на действующем бизнесе клиентов, то есть что мало, что большой, то есть я сейчас покажу магазины, сделанные на том же шаблоне, и расскажу некоторые особенности. Прежде всего, то есть вот здесь у нас есть топ-25 внедрений, а вообще более 300 купонов, то есть по России используют наш шаблон. Вот, например, крупная сеть Цифроград, как они используют, то есть это тоже баннеры, свои иконки, то есть иконки заменили в спецблоки, здесь мы видим, что у них спецблоки выполнены в виде ленты, то есть слева направо, то есть одна из настроек баннера и текстовый контент, как раз по SEO-продвижению, акция успей купить. Вот, точно так же Кристофер, это, например, спецтехника, то есть мини-мойки, пылесосы, паровары, насосы, здесь мы видим, что как раз чем более заполнен магазин, тем больше он доверие вызывает, то есть с нестандартными текстами понятно, что здесь покупатели заходят на него и он получает то, что он ожидал, то есть у него нет сомнений. И, конечно, можно посмотреть любую текстовую информацию. Так, и для сравнения, то есть магазины в других нишах, потому что бытовая техника электроника достаточно сложная ниша по техническим характеристикам, благодаря которой магазины именно бытовой техники электроники универсальны, то есть их можно использовать в другие ниши. Например, магазин японской автокосметики и автохимии. То есть здесь я хотел бы вбрать внимание, что здесь люди используют такой минимализм, так, что покупатель заходит и сразу видит каталог товаров, то есть сразу видит цены, ничего лишнего. Магазин тканей, то есть здесь видим тоже по баннерам, то есть доставка, как одно из УТП уникальных технических приложений. Собственно, здесь все баннеры соответствуют нашему техническому приложению. Слева меню каталога, точно так же спецблоки. Можно обратить внимание, что здесь используется одна из таких возможностей наших, что товар можно заказывать не только целыми числами, например, единиц, например, ткани, а продается за метр. А нужно купить всего лишь полметра ткани. Если считать и положить товар в казину, видите, в казине 4 товара, раньше уже выбирал, то у нас пересчитается цена в зависимости от того, сколько мы сантиметров ткани выбрали. оптика и электроника. Магазин оптики и магазин печек, камин, дыхун, дымоходов, чугунные литья. На этом я закончу показ того, что есть как примеры клиентских запусков. показал я их для того, чтобы вы понимали, что действительно это шаблон рабочий и то, как выглядит шаблон в оригинале у нас на дымо, далеко не всегда соответствует тому, как он выглядит у клиента после настроек. То есть это не заранее спроектированный шаблон, что ничего нельзя изменить, а он очень сильно меняется в зависимости от настроек. Так. Наталья какого-то говорила, что звук пропал. Вроде как сейчас меня слышно. Так, я смотрю, кто откуда нас слушает. То есть вижу, несколько человек Андрей, Дмитрий и Анна говорят из Москвы. Есть люди у нас из Алтайского, Старопольского края, из Петербурга, культурной столицы, из Самары, из Рязани, из Москвы. Игорь Назаров, мы все рассказываем про BITX. Да, про BITX рассказываем. Что важно, то есть именно что те люди, кто у нас из регионов, у вас есть преимущества по вашему региону, именно на захват рынка. Потому что благодаря регионам растет именно общий объем интернет-пользователей, вовлеченных во взаимодействие, в регионах интернет распространяется. есть большой смысл открываться, в том числе и в регионах. Но в то же время на больших рынках Москва, Питер, то есть свои правила игры, больше конкуренции, но в то же время это логистические центры, откуда можно отправлять всюду по России в доставку товара. Так, сейчас магазины я закрываю, которые у нас были. То есть переходим именно к особенностям по электронике. Видим магазин. То есть все плашки я уже показывал, на что здесь важно обратить внимание. Ну конечно все вещи связаны с композитом, что на Битрисе, что у нас они работают. И сейчас это стандарт де-факто чтобы магазин был быстрый, это композит, и адаптивный. То, что я сейчас показал, как он, например, может выглядеть на мобильном. И важный момент другой. Важно то, что вот именно то, что отличает нас это панель настроек. Если вы заметили, по дизайну крупный магазин немного отличается. В том числе как по стилю дизайна, так и по, например, некоторым вариантам меню каталога и находится сверху и здесь слева. Мы очень давно работаем в этой ниши. Нас часто просили займить один элемент дизайна, второй, третий. Для пользователей мы сделали так, чтобы человек мог сам менять внешний вид своего магазина, без привлечения программистов, дизайнеров в определенных пропорциях и настраивать его под себя. Для примера я сейчас изменю меню каталога, сделаю его слева. немножко другой вариант шапки. Так, тут у нас можно цвета прям дизайнерски задать. Задам другой стиль, например, у нас будет такой синякий. Видите, он сразу отображается. Делаю корзину сверху. Так, видим, сразу отобразилось на сайте. и есть у нас еще настройки отображения товаров. Спецблок я сделаю вкладками. Смотрим дальше. И вот важно, про главную страницу мы говорили. Для некоторых людей, то есть большое количество продающих предложений оказывается избыточным. То есть сайт сверхфункционален. Поэтому на главной странице мы можем отключить те блоки, которые нам не нужны. Для примера, я сейчас отключу блоки успей купить бренды. К слову, то есть есть такой переключатель, который позволяет отдельно для мобильных выключать, а для персональных оставлять. Или наоборот. То есть как раз говорили про мобильную версию с точки зрения загруженности. Что важно. Точно также детальную страницу товаров можем изменять. Ну и пока смотрите. какая-то сохраняется, чтобы это было так. Смотрим, как сайт изменится. Так, производим еще раз главную страницу. Видим, что у меня точно так же лентой стали спецблоки. они у нас подгружаются Аякс. Видим отзывы покупателей и сразу видим подвал. То есть это как раз то, что я блок бренды, блок успей купить убрал с главной страницы. Так, мы на главной странице. Естественно, что после главной страницы обычно покупатель идет куда-то в раздел каталога или в раздел конкретного товара. Предположим, зайду на быть технику. Зашел на быть технику. Здесь мы что видим? То есть отличие, что мы можем сразу отфильтровать товары по известному бренду. То есть это часто бывает. То есть в нишах, связанных с товарами, именно промышленными товарами, то есть относящимися к техникам всегда важен бренд. сразу мне показалось найдено четыре товара, на что отличает именно к LG. Видим фильтр, фильтр по параметрам. Вот это отличительная особенность Bittrex, что то, что мы видим, то есть мы можем завести любое свойство, любой параметр и отображать его в умном фильтре. То есть в том числе плашками сформируя по цене, смотреть наличие на складах, то есть какие-то параметры, которые нам нужны, и то, что я говорил. То есть конечно в бытовой технике очень много различных параметров. Я сейчас показал их все, но если покупатель будет смотреть их все сразу, то может быть у него голова закружится. Поэтому мы делали такую возможность, чтобы настройками сделать именно популярные параметры сразу в высшей фильтре, и чтобы они показывались, а при нажатии показывать расширенный фильтр. Здесь также мы видим спецблок, то есть это товары хиты, который создан. Стандартное переключение товаров, то есть кому как удобнее смотреть. Просто блоками, списком, либо для оптовых покупателей это может быть и таблица. Кстати, пока говорю, у нас был один дистрибьютор, в вопросах отметился слушатель вебинара. Скажите, есть ли у нас здесь слушатели, которые планируют торговать именно оптом, то есть кому важно наличие нескольких типов цен? Я сейчас пока открываю настройки. Дело в чем? Дело в том, что у нас в битронике тоже есть возможность показывать несколько типов цен сразу у товара. Например, розничная, оптовая, мелкооптовая. Называется на включитель отображения доп. цен. Сейчас нажимаю для редакции бизнеса. Сразу уточню. Сергея спрашивали, чем отличается редакция бизнеса, редакция малый бизнес. Для интернет-магазина от себя скажу основное это возможность использования нескольких типов цен. Например, оптовая торговля, либо специальные предложения распространения. Это маркетинговые возможности, афилиаты, и это многоскладовость. Для версии бизнес мы сделали про версию, которая изменяет цены в зависимости от города покупателя. Это для тех, кто планирует торговать именно в федеральном масштабе, кому важно в Москве отдавать с наценкой 200%, например, а в Красноярске с наценкой стоп, потому что рынок меньше. В этом плане мы говорим про торговлю и понимаем, что платежеспособное население и платежеспособность различаются в зависимости от того, какой это регион, богатый или бедный. И мы можем это использовать по IP адресу, знать, кто к нам заходит, с какого города и показывать ему цены его города. Собственно, что я показывал? Это возможность нескольких типов цен, то есть у нас они сделаны в разнобой и важный момент. Важный момент какой? Есть такие вещи, как сообщить о снижении цены, это возможность взаимодействия с покупателем, даже если его не устраивают наши цены. То, что я говорила, что главное это цена. Да, может быть у нас дороже, но может быть мы можем подвинуться. То есть и покупатель может с нами поторговаться, то есть оставить свой email и уже менеджер свяжется с ним. Также может именно пожаловаться. То есть это частые акции, которые устраиваются, что если вы нашли цены дешевле, отдайте нам ссылку. Вашим email, мы с вами свяжемся и сделаем такую-то скидку. Это тоже можно позиционировать как какое-то конкурентное преимущество. Для таких целей, в том числе у нас есть автоматизированный модуль турбина, который сравнивает цены на Яндекс.Маркете с вашими конкурентами и по заранее заданному алгоритму, то есть ваши цены чуть ниже чем у конкурентов. То есть цены оставались конкурентоспособными. К слову, то, про что я сейчас рассказываю. То есть про, в том числе про города. То есть сейчас открою версию для редакции бизнес, чтобы вживую показать. Собственно вы видите, что здесь другие настройки идут, то есть по-другому выглядит сайт. полностью загрузится. Важное у меня такое, что здесь есть плашка доставить из Красноярска, да, в Красноярска, то есть и она автоматически определяется, то есть задается настройками спрашивать ли человека, из какого он города, либо не спрашивать. И, соответственно, я могу выбирать доставить из Москвы, то есть по московским ценам, и куда именно доставить. кто-нибудь доставить. Сейчас сразу вам покажу. Настройки про версии. Можно объединить выбор города и можно менять контакты, то есть, например, у нас представители в каждом городе в зависимости от города и склада. Сейчас мне остается загрузить. Останется один город. Мы видим только один город. Так, возвращаемся к маркетингу, к нашей карточке товара. Собственно, что мы здесь видим в карточке товара. Видим, что у нас плавающая корзина, которая остается на экране. По умолчанию здесь открывается вид лендинга, что все характеристики, все отзывы, и, кстати, вы видите, как какой-то магии здесь появились отзывы, видеообзоры и документации, то есть мы видим в виде такой портянки ленты. И видим также блок не забудьте добавить заказов до продажи. И похожие товары это как раз бигдата, персонализация, которые можно подстраивать именно под каждого пользователя. Что важно, мы уже затронули отзывы, они у нас подвижаются автоматически из Яндекс. Маркета. Это сделано и в то же время могут быть добавлены вручную. Это сделано для того, чтобы при первоначальном вашем запуске было, что показать покупателю, чтобы сайт не был пустым, чтобы он был заполненным. И также видим характеристики. Эти характеристики тоже у нас в составе решения идут для бытовой техники электроники в том числе специальный модуль, который по названию подтягивает характеристики и картинки. То есть может автоматически затягивать из Яндекс. Маркета, в том числе даже целой категории. Да. Так, по ходу дела, если я немножко буду прерваться, чтобы разбавлять свой монолог, смотрите, задавали ли вы вопросы. Так, Вадим Логинов задает вопрос по стоимости. Сейчас ему в конце я закончу, то есть перейду на Marketplace и покажу. Николай Борисов спрашивает, как сделать так, чтобы в карточке товара рассчитывалась доставка. Николай, то есть у нас есть интеграция с модулем E-Dost, собственно здесь у нас на демке она реализована, можем сделать ее у вас, то есть создайте нам обращение в техническую поддержку, без вопросов ребята вам помогут. И также можно интегрировать с другими модулями доставки, либо задать именно стандартную доставку BitX вручную, то есть указываем местоположение, указываем стоимость доставки. Это работа с BitX. обращаем внимание, что в наличии товара, то есть у нас сразу показывается на каких он складов в наличии, сразу мы можем здесь оставить отзыв о товаре. Для примера я сейчас то, что я говорил, изменение дизайна, изменил саму карточку товара, ее вид. То есть точно так же захожу в отображение блоков. Детальные страницы, то есть у меня есть не забудьте добавить заказу, похожие товары, я могу просматриванные товары, добавить, забудьте добавить заказу, уберу, то есть только просматриванные товары, и все. И так же настройки отображения товаров. Так, быстрый просмотр у нас включен. Типа доображения остатков. Сейчас он идет графически, можно его сделать, например, числом. Несколько типов цены уберу, то есть будет только розничная цена, вот у нас сразу осталось. И описание товара по умолчанию и вкладками. Управление описания свернутого, вид гилей, увеличительное стекло, как пример. Так, видим одну цену, видим, что у нас теперь та портянка, которая была режимом лейнинга сверху вниз, она теперь идет у нас слева направо. Документация по умолчанию идет в характеристики, можно задавать другие. И видим только просматриванные товары. То есть в зависимости от тех настройок, что мы ставим, мы можем либо делать сайт более функциональным, более продвинутым, более насыщенным, либо наоборот делать его минималистичным, в зависимости от наших целей, от маркетинга. В том числе можно тестировать по конверсии, какой сайт больше продает. То есть когда каталог слева или каталог сверху, когда у нас есть просматриванные товары или нет просматривания товаров. К слову, сейчас показываю вам увеличительное стекло. Много говорю, давайте поговорим в том числе о маркетинге, о SQ. Маркетинг. Конечно, мы можем продавать товары и наборами. Наборы это когда мы объединяем один, два, три или четыре товара как в продуктовом супермаркете и говорим, что купи три товара, получи скидку. Как пример, у меня здесь сделан набор iPhone плюс ноутбук плюс даже не знаю что это такое, скорее всего какой-то охлаждающий элемент, плюс тостер стоит дешевле. То есть четыре товара на сумму 24152, а без скидки, если отдельно их они стоят 24743. То есть мы сможем сразу весь комплект положить в корзину, то есть собственно корзину, к ней мы еще не пришли, либо составить свой набор. Предположим убрать один из товаров, который можно убрать. жестко задали, что обязательно надо тостер купить, он красный, его надо продать. Но вместо тостера сделаем чайник, сделаем стиральную машинку, это уберем, ну вот и оставим вот такой набор у нас, такой бытовой, и можем его положить в корзину. Оставим набор у нас в корзине. Рассматриваем товары, то, что как раз я смотрел. то, что говорил Сергей про СКУ. Вот у нас один человек с магазином одежды. К слову, не показывал, но на битронике тоже есть магазины одежды. Сейчас минутку. Так. Да. Сейчас зайду в карточку другого товара. Мы видим здесь, что есть СКУ, то есть есть модификации товара, то есть они отличаются по ценам. Это для тех, у кого какие-то сложные технические товары, которые состоят из нескольких обликтующих, у них есть несколько вариантов, которые отличаются по цене, например, ну или по цене производителя, в том числе. И есть варианты еще к выпадающим спискам. Это когда мы свойства. Так. Одно немножко не то. Сейчас погодите. Найду товар. В чем суть? То есть у нас есть товар, у которого отображены в том числе свойства по цвету. Можем просмотреть его в том числе на нашем Marketplace. То есть все настройки, то есть весь функционал мы меняем цвет, причем, что важно, в складском учете у нас эти товары хранятся именно в разрезе цвета, в разрезе их характеристики. То есть можем посмотреть, сколько у нас синих джинсов второго размера или красного. Точно так же техника. Так, меняю характеристики по памяти, то есть меняется и наличие, и цена. Причем при клике на нет наличия точно так же мы можем подписаться на уведомление, если когда товар такой придет. Для менеджера это будет сигнал о том, что возможно стоит закупить этот товар, возможно стоит связаться с пользователем, ну, либо просто скажем, планово его известят, когда мы сделаем закуп, о том, что такой товар появился у нас. Давайте перейдем теперь в корзину. Собственно, сейчас я покажу корзину и будем уже заканчивать мое присылание, ответим на ваши вопросы, может, вебинар у нас идет раз половина часа. Всегда есть возможность купить в один клик. Это оставит только FIO, E-mail, телефон и, собственно, капча для того, чтобы менеджер связался. Либо в том числе есть возможность это настройками делается купить в один клик именно оставив только телефон. То есть это как поля тоже задается настройками. Так, оформляем корзину. Смотрим, что у нас тут есть. Что важно, корзины у нас максимально информативные. То есть в корзине мы сразу видим наличие или товар, цена за единицу. Можем в том числе так, у меня тут товара с характеристиками нет, но давайте положим например какой-нибудь товар, который мы недавно смотрели, те же книги. Эти тоже положим в корзину. Видите, корзина трясется, уже на 50 тысяч я набрал. Еще раз оформляю заказ, видно скидку мою персональную. Да, и здесь же если мне вдруг что-то не понравилось, то есть я могу поменять характеристику. О, и сразу ошибка. То есть товара такого нет на складе. Мне говорят, что я не смогу такой товар заказать. А если больше памяти или меньше? Вот. Да, такое есть. Можем ввести купон на скидку какой-то наш персональный маркетинг. Например, на каком-нибудь мероприятии распространять наши купоны, которые дают скидку, и потом покупатели их используют. Либо на каком-то сервисе. Все знают черные пятницы распродажи. Один из вариантов. И кнопка оформить заказ. Либо купить в один клик. Вам потребуется указать только один номер телефона. Дальше у нас стандартный модуль от Bitrix, поэтому я не буду показывать. Его уже показывал Сергей. Обращу внимание еще только что про подписку на рассылку, что можно подписаться на рассылку. Есть у нас список сравнений. То есть можем сравнивать товары различные между собой. Есть личный кабинет. В корзине вы видели, что можно было в том числе отложить товар. То есть на будущие покупки. То есть сохранить его где-нибудь в себе в закладках. И точно так же есть у нас личный кабинет. Джон Голд называется наш администратор. Если кто-то читал. Еще раз войду. «История заказов». Например, просто посмотреть. Собственно, хранится вся история заказов. Есть их статус. То есть принята, ожидается оплата, либо он оплачен со списком. Можно его повторить и отменить. Есть настройки пользователя. конкретные. То есть эти настройки, конечно, они тоже задаются нами. В том плане, какие поля нам нужно хранить, а какие нет. Ребята у нас с юмором. В виде Джона Голда по-моему, да, это билгейцы аватарку подставили. Так, теперь давайте пройдусь по вашим вопросам. Смотрите, что важно. у нас есть две версии обычные и про для федеральных магазинов по marketplace. То, что рассказывал Сергей, как нас найти и какие цены вообще. В октябре у нас действует скидка 30% на наш магазин Bitronic 2. Набирайте вот здесь в строке поиска важно. Набираем Bitronic 2. То есть в эскайке две версии Bitronic 2 и Bitronic 2 Pro. Можете посмотреть обе. То есть описано функционал. То есть Pro это у нас для федеральных магазинов. И собственно минимум нам нужна редакция малый бизнес. Ну либо редакция бизнес. И здесь есть много купить. Собственно купите можете мне написать. По той аналитике что я вам показывал. Собственно напишите мне на почту schufer.m собачка romza.ru Я вам отправлю больше данных аналитических чтобы для себя посмотреть. Потому что это были небольшие выжимки именно для презентации. А можно почитать подробнее про ответ покупателя. Кто покупает. Например по одежде это чаще мужчины и женщины семейные. Чаще женщины. То есть какой их возраст. Можно ориентироваться примерно по компаниям. Потому что сейчас возможности таргентинга, возможности различного показа рекламных объявлений. То есть безграничные с точки зрения параметров. То есть очень много всего можно выбирать и отрезать свою целевую аудиторию и не в разброс показывать объявления. Да, если купите, расскажите мне. Поможем настроить. Теперь по вашим вопросам. Сергей прошу тоже подключиться к нам на связи. Если будет комментарий по битриксу. Начинаем. Чем отличает Денис Сапогов? Спрашивает, чем отличается админка? Админка от битрикса ничем не отличается. И слава богу. В этом плюс. Мы делаем на платформе битрикс, админка остается такая же, как у битрикс. И все основы битрикс, которые Сергей показывал, они точно так же действуют с точки зрения настроек каких-то особенных. У нас остается наша техническая поддержка и есть список частых вопросов. У нас порядка 60 вопросов по этому решению битрикс 2. Это хорошо. К слову, еще раз в поддержку битрикса от себя скажу. Например, как студия, которая делает магазины, делают на любом популярном движке. Но выбрали именно один битрикс, потому что он наиболее распространен. То есть покупая битрикс, продукт на битрикс, вы можете быть уверенными, что вы не будете привязаны на конкретной студии, вы в любом городе найдете партнера битрикс, который сможет вам помочь его внедрить, либо обратиться напрямую в битрикс, и битрикс вам подберет партнера, который поможет внедрить и настроить решение. А также то, что битрикс очень быстро развивается. Почему стоит именно ориентироваться в итоге больше продаж. Так, Денис тоже спрашивает, как осуществляется загрузка каталога. В общем виде, Денис, можно развить на три варианта. То есть вы можете загружать через различные файлы, то есть XML, то есть через админку битрикса, это то, что показывало Сергей, вы можете настроить интеграцию с 1С, тоже один из штатных способов, можете настроить интеграцию со сторонними сервисами и использовать сторонние модули. В частности, мы в своем решении Битроник 2 используем модуль загрузки из маркетплейса. Так что человек вбивает товар, который он хочет загрузить на сайт, и он подтягивается из маркетплейса. Так, Игорь Назаров, можно ли получить вашу презентацию по почте? Игорь, конечно, пишите мне. Я отмечу, что презентации будут выложены на сайте, обычно там же в листе, где вебинар из видеозаписи выложено будет, там же будут презентации. так, сейчас про листы вышли, были ли у нас еще вопросы. Наталья Коткова спрашивает, после покупки готового решения и наполнения товарами вылезли баги на фонтеде в готовом решении другого разработчика в связи с этим и вопрос про доступ в админку. Наталья, ну, смотрите, если идет вопрос про наше решение, то есть вы являетесь студией или техническим специалистом, напишите лучше по электронной почте вопрос и, собственно, надеюсь, вот, видны мои контакты, да, и уже будем решать. Вопрос был про то, даете ли вы доступ тестовый в админку вашего решения, чтобы посмотреть и убедиться, что все нормально, что все работает, что на товарах на... Давайте так, это частый вопрос, то есть его нам задают, то есть именно доступ в саму админку мы не даем, потому что мы обычно говорим в таких случаях, что в демо Битрикс она такая же, то есть показываем, как демо установить и дать. А если есть вопрос технический, то здесь уже мы просто взаимодействуем с разработчиками и находим какие-то варианты без доступа в админку, потому что тоже не можем давать доступ, потому что у нас там на одной лицензии много сайтов, где мы все крутимся, да, скажем так, поэтому не можем давать. Но можем давать доступ, ну, например, если вы зарегистрировались на сайте, да, на нашей демке просто как пользователь, можем вам начислить денег, чтобы вы там все возможности покупки проверили. Вадим Лугинов спрашивает, для продаж электротоваров оптом и в розницу есть другие решения? Ну, есть, собственно, marketplace, можно забить электротовары, и они там будут. В этом плане, что мы не мы-то полисты, не скрываем, у нас много таких разработчиков, ну, собственно, мы просто одни из тех, кто специализируется на именно готовых решениях, только готовым решением занимается. Вот, выше я видел просто комментарии, сейчас скажу, одного из наших случаев, Роман Воропаев, что хотел расширить магазин готовой техники и добавить присутствия в интернете. Да, то есть, оправданный шаг с точки зрения вот тренда многоканальности. Оффлайн-бизнес входит в онлайн, то есть, а онлайн-бизнес открывает оффлайновые точки продаж. Был вопрос, где можно посмотреть магазины по сантехнике. Собственно, тоже можно посмотреть как на сайте Marketplace, то есть, именно сантехника, так и можно написать нам, скажем, и посмотреть у нас карточки примера внедрения. Там есть, в том числе, сантехника. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Вот, для тех, кто остался с нами, вот вижу, что вопросов пока нет, думаю, что стоит заканчивать. Вот один вопрос от Дима Логиновова. Напишите, пожалуйста, нам вообще в вопросах, был ли полезен данный вебинар, скажем, то есть, кто нас еще слушает. Есть ли возможность перехода с InSales? Есть возможность перехода с любой платформы, то есть, в том числе с InSales. То есть, надо обсуждать. Ну, я предлагаю заканчивать, потому что времени уже, правда, много, мы уже, наверное, всех замучили. Спасибо большое, Михаил. В хорошем смысле этого слова, да, замучили. Конечно. Мы информировали хорошо. И я вижу, то есть, полезные комментарии от наших слушателей, что, да, было интересно. Ну, я рад. Спасибо, что были с нами. Михаил, спасибо большое за, правда, интересный доклад. Я тоже заслушался и, правда, было интересно, поэтому запись будет в ближайшее время выложена. К сожалению, были проблемы со связью, там она будет немножко не целиком, но там маленькие кусочки пропали, не больше минуты, я надеюсь. Вот. Запись выложим на нашем сайте, на нашем канале в YouTube. Можно будет там еще раз посмотреть, покомментировать вопросы, задавать, пожалуйста, Михаилу или мне свой адрес. Я в вопросе писал, если вы его там не нашли, то его можно найти на нашем сайте, в разделе 1S Bittrex, в разделе контактов сотрудники, там я, конечно, есть, да и вообще можно обратиться либо в компанию Bittrex по телефону, в техподдержку и так далее. Мои коллеги, я думаю, помогут ответить на многие вопросы. Ну, я от себя тоже добавлю, что, так же, как Сергей говорил, что нельзя за два часа рассказать весь функционал 1S Bittrex, точно так же, то есть, и сейчас я рассказывал в ограниченных условиях, то есть, про функционал наших решений, примеры, да, то есть, конечно, функций больше, то есть, читать, задавать вопросы, без вопросов. Мы вам ответим. Тогда всем хорошего дня, спасибо, что были с нами, Михаил, счастливо, еще раз спасибо за выступление, всем пока. Спасибо за выступление.